друзья всем привет кто присоединился меня зовут виталий лабораторий ночных видео александр вы знаете вне зависимости от того на каком канале вы знаете саш панчин ну если вы смотрите на канале александра подписывайтесь на канал лаборатории если канале лаборатории подписать глава александра давайте сделаем такую небольшую кросс ссылочку в саша привет тебе сейчас привет собственно давай немножечко расскажем о том что сегодня будет происходить ну да значит сегодня я буду рассказывать про то, что такое коронавирус, откуда мы знаем, что он существует, насколько он опасен, о том, какие существуют вакцины от коронавируса, в чем разница между разными типами вакцин, насколько доказана их эффективность. Разберем некоторые мифы о вакцинации. Ну, в общем, сама лекция рассчитана где-то, наверное, чуть меньше, чем на час. У меня тут подготовлена презентация, которую мы сейчас включим. И в конце, после лекции, я с удовольствием подвечаю на ваши вопросы. Соответственно, какие-то вопросы на канале Лаборатории научных видео будут прямо сейчас записываться. На моем канале я потом буду смотреть вопросы, уже после лекции, потому что сейчас я буду сосредоточен на презентации. И на каждом из каналов за лучший вопрос я разыграю книжку «Гарвардский некромант». Вот примерно такой план на сегодня. Отлично, друзья, помните, что вопросов будет очень много. Естественно, мы его приоритет отдадим тем, которые присылаются вопросы с донатами. Спасибо вам за понимание и огромное спасибо за поддержку. Помните, что поддерживать научпоп – это значит еще и не только, грубо говоря, прислать нам донат, но и подписаться на наши каналы. Вот так вот. Чем больше людей увидят, тем лучше. Все правильно сказал? Все правильно сказал. Давай тогда включай презентацию. Да, и мы начнем. И вначале я еще раз повторюсь, что я появился к вакциной «Спутник». И некоторые люди хотят знать, отведал ли человек, который рассказывает о вакцинации, вакцину сам. Я отведал. И сразу начну с того, что разберу некоторые мифы, которые существуют о коронавирусе. Но самое первое – это то, что коронавирус якобы вообще не существует. Никто его не видел. Ну вот электронные микрофотографии коронавируса SARS-CoV-2 изображены здесь. Но вообще этот вирус очень изучен. Мы имеем хорошие модели его строения. Сейчас нам будет очень важно только то, что на его поверхности есть такой белок, который называется S-белок или шиповидный белок. Он важен, потому что с помощью этого белка коронавирус проникает в некоторые наши клетки. А также потому, что шиповидный белок – он та мишень, на которую вырабатываются антитела, в том числе и при вакцинации, в том числе и когда мы заболеем этим коронавирусом, потому что он находится на поверхности. Это мы запомнили. И коронавирус – это один из наиболее изученных сейчас вирусов и в плане количества публикаций, которые ему посвящено, и в плане того, сколько прочитано полных геномов этого коронавируса. Есть такая международная база данных, она называется GSAID, где присутствуют ученые со всего мира, они читают генетические последовательности коронавируса у разных пациентов и выкладывают эти данные. Полные геномы, полностью прочитанные геномы коронавируса SARS-CoV-2, их накопилось более 1,8 миллионов. Ни для одного вируса такого количества данных нет. Вот так выглядит один такой геном коронавируса SARS-CoV-2. Он составляет около 30 тысяч нуклеотидов, это более 29 белков, которые он кодирует. И страшно подумать, что вот такой вот текст, такая вот информация, которая копируется в наших клетках, может вызывать такие серьезные последствия как для отдельных людей, так и для разных стран в плане, скажем так, различных социальных и экономических последствий. Полезно представлять, насколько вирус опасен. Вот здесь появлены данные, что на 5 июля было 184 миллиона случаев заражений выявлено, 3,9, почти 4 миллиона смертей, 169 миллионов выздоровевших. То есть доля умерших от зараженных, от умерших плюс выздоровевших, да, составляет 2,3%. Как это понимать в разных контекстах? Ну, давайте сравним количество смертей от коронавируса SARS-CoV-2 с гриппом. По данным ВОЗ, ежегодно от гриппа умирает от 290 тысяч до 650 тысяч человек. То есть по этим цифрам мы видим, что SARS-CoV-2 сильно более опасен, чем грипп. Но еще показательнее это, если мы посмотрим на показатель летальности, то есть доля смертей от суммы смертей плюс выздоровевших. Летальность у сезонного гриппа всего лишь около 0,1%. То есть здесь коронавирус намного опаснее. Кто-то скажет, что вообще-то мы все знаем эти коронавирусы, люди ими болеют, легкие вызывают ОРВИ. Ну, коронавирусы бывают разные. Действительно, есть коронавирусы, которые вызывают легкие ОРВИ, которыми мы не особо обеспокоены. Но вообще коронавирусы бывают и очень опасны. Например, вирус атипичной пневмонии или SARS, его летальность составляет 10%. Вирус ближневосточного респираторного синдрома, МЕРС, он в 34% случаев вызывает смерть у зараженных. Коронавирусы бывают разные. Ну, вот SARS-CoV-2, он где-то посередине. То есть он не такой опасный, как вирус атипичной пневмонии, но он в плане летальности, да, но при этом намного более заразен. Ну, и не такой летальный, как вот некоторые коронавирусы, которые вызывают сезонные простуды. Можно смотреть на это в другом контексте. Вот некоторые люди говорят, нет никакой пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Ну, давайте посмотрим на другие пандемии, которые признаны в мире. Есть пандемия ВИЧ. Она уносит в год сейчас от половины до одного миллиона человек. Есть пандемия туберкулеза. Она уносит 1,4 миллиона жизней в год. И есть пандемия SARS-CoV-2, которая унесла за полтора года 3,9 миллиона жизней. Если мы поделим 3,9 на полтора, получим все равно цифру, ну, больше, чем туберкулез и ВИЧ вместе взятые. То есть это не просто пандемия, да, но это самая опасная пандемия, которая сейчас беспокоит человечество. Можно по-другому посмотреть на воздействие коронавируса SARS-CoV-2. Это на избыточную смертность. То есть сравним, сколько людей умирало ежегодно в период с 2015 по 2019 год и сколько умирает сейчас в те же интервалы времени, в те же месяцы, в те же недели и так далее. И мы видим, что избыточная смертность, вот здесь данные приведены для России красненьким и для США зелененьким, в некоторые месяцы достигало 50%. То есть в полтора раза больше людей умирало в эти периоды времени, чем в аналогичные периоды времени в прошлые годы. И мы видим также то, что, ну, в общем, от 10 до 50% может быть избыточная смертность. Это достаточно много, ну, мягко говоря. Почему этот коронавирус такой неприятный? Ну, вообще, проникает этот коронавирус в наши клетки, там, значит, сложный механизм проникновения, но что сейчас нам важно, это то, что есть такой рецептор от CE2, который находится на поверхности многих наших клеток, чуть попозже скажу каких, и вирус с этими рецепторами может связываться, и эти рецепторы выступают в роли таких вот входных ворот для коронавируса. Хотя есть немножко другие еще рецепторы, которые тоже могут на это повлиять. Где локализованы эти рецепторы? Это очень важный вопрос, потому что от этого зависят, в общем-то, многие и особенности притекания болезни. Вот здесь слева данные о том, где можно обнаружить белок от CE2. Вот справа это белок, слева это РНК от CE2. О каких тканях? И мы видим, что этот белок представлен и в легких, и в желудочно-кишечном тракте, и в печени, и в поджелудочной железе, и в почках, и в мужских и женских половых тканях. Все эти ткани оказываются уязвимы потенциально для коронавируса SARS-CoV-2. Но при этом здесь не отмечен мозг, хотя на самом деле в мозгу отдельные клетки тоже могут подвергаться коронавирусной инфекции, просто их процент составляет не очень большой. Тем не менее, мы видим то, что коронавирус может проникать в том числе и в нервную систему. И здесь не указано, здесь просто его нету в этой табличке, обонятельный эпителий. То, что попадает в запах, чувство запаха у многих людей тоже связано с тем, что в обонятельном эпителии есть клетки, которые у них есть от CE2. Но не только это, но пока что остановимся на CE2. И из-за этого коронавирусная инфекция может поражать самые разные органы. И мозг страдает, и печень, и почки, и сердце, и легкие и так далее. Сердце из-за того, что коронавирусные сосуды могут страдать. Вот. Есть исследование, опубликованное в журнале Nature, посвященное тому так называемому постковидному синдрому. То, насколько ухудшается прогноз людей, которые переболели коронавирусом SARS-CoV-2, допустим, не были госпитализированы, выздоровели, но все равно у них могут наблюдаться проблемы с самыми разными системами органов. Значит, что вот на этой картинке слева показано? Значит, взяли большую выборку людей. Еще раз, мы сейчас будем смотреть на людей, которые не были госпитализированы, да, они переболели, прошло две недели, и включили после этого в исследование, наблюдали за ними полгода. И вот зелененький, вот на картинке слева, это будет относительный риск, то есть чем правее, тем больше, тех или иных проблем со здоровьем. По сравнению с теми людьми, которые не болели коронавирусом SARS-CoV-2 для начала. И мы видим увеличение рисков аритмии, боли в груди, отказа сердца, тахикардии, утраты волос, кромбоэмболии, диабета, запоров, усталости, тревоги, депрессии, нарушений сна, слабость в мышцах, проблемы с памятью, проблемы с обонянием, кашель и так далее, проблемы с дыханием и прочее, прочее. Это мы сравнили с людьми, которые поправили, те, которые болели и поправились, с теми, кто не болел. Можно сравнить с теми, кто переболел гриппом и тоже не был госпитализирован, поправился, насколько здесь меняются риски разных заболеваний. Ну вот, по этому же исследованию в полтора раза увеличился риск отказа почек, сердца и нарушения свертывания крови, в два раза увеличился риск острого геморрического заболевания сосудов головного мозга, основки дыхания, не в три раза выше риск острого тромбоэмболии легочной артерии, энцефалит и в пять раз выше риск миопатии. Вирус проникает в очень разные клетки, повреждает очень разные системы органов, приводит к последствиям, которые касаются не только тех, кто был госпитализирован, но и тех, кто, к сожалению, даже тех, кто переболел в относительно легкой форме. Что мы можем сделать для того, чтобы меньше заражаться, чтобы меньше болеть и так далее? Одна из вещей, про которые говорят, это проношение масок. Что здесь? Дело в том, что важно не только попал к вам вирус или не попал, важно еще и какая дозировка вируса вами была получена. Здесь показано наглядно, как влияет ношение маски на то, сколько частиц, капель жидкости, которые оказываются в воздухе, на которых могут быть вирусные частицы, насколько их меньше становится, если использовать что-то для защиты своего рта и носа. Ну вот мы видим, справа почти нет этих капель, если носить хирургическую маску, без маски их очень много. Такая наглядная демонстрация, есть исследования, показывающие, что да, действительно, люди меньше таких частиц будут распространять, и что важно, что сколько вы изначально получите этого вируса, от этого могут зависеть последствия для вашего тела и для окружающих. Потому что вообще на животных, скажем, это очень легко экспериментально проверять, мы можем взять животное, вводить ему разные дозировки вируса, и вводим маленькую дозировку вируса, животное вообще не заболевает, вводим большую дозировку вируса, ну, побольше, и оно переболевает в легкой форме, вводим большую дозировку вируса, и животное умирает. Ну, для многих вирусов можем такие вещи показать. Ну, и, вероятно, для коронавируса SARS-CoV-2 история будет очень похожей. Так что важно минимизировать свой контакт с вирусом и с точки зрения того, чтобы течение болезни было легче. Дальше, когда вирус выпадает уже в наше тело, на него моментально, конечно, срабатывает врожденный иммунитет. Это у нас есть клетки, которые умеют поглощать, съедать разные инфекционные агенты, и вирусы, и бактерии, и так далее. У нас есть натуральные киллеры, которые умеют убивать клетки, которые заражены. Но что важно, это то, что в процессе эволюции мы научились, у нас появился, да, не только у нас, но и у других млекопитающих, есть приобретенный иммунитет, или так называемый адаптивный иммунитет, иммунитет, который обучается, обучается распознавать патогены, с которыми мы сталкиваемся, и бороться с ними очень специфично и еще лучше. И как устроен вот этот самый адаптивный иммунитет? И в чем он замечательный? Почему он такой классный? Значит, вообще у человека есть порядка 20 тысяч генов, которые кодируют белки. И, казалось бы, да, ну это не очень много, но что удивительно, то, что у нас наши клетки иммунной системы умеют производить более миллиона разных антител и рецепторов, которые могут распознавать разные антигены, разных вирусов, бактерий и так далее. Откуда же из всего 20 тысяч генов у нас берется миллион разных антител, если антитела тоже кодируются генами, которые, тоже белки, да, и гены их кодируют? Оказывается, что в наших клетках иммунной системы есть процесс такой перетасовки генетического материала, когда они созревают, когда они формируются. Грубо говоря, представьте себе, что у вас есть словарь, в котором есть там 100 прилагательных, 100 глаголов и 100 существительных цифр взятых с потолка. И, казалось бы, всего 300 слов, да, в вашем словаре. Но вы можете взять любое глагол, любое существительное, да, любое прилагательное, получить 100 на 100 на 100 разных предложений вида, там, плохой микроб повесился, да, получается очень много разных таких комбинаций. И вот разные такие комбинации генов кодируют в итоге разные у нас антитела. Вот, и эти антитела, у них есть вот эта вот вариабельная часть, которая, как раз, таким образом определяется. Они могут по случайному течению обстоятельств взаимодействовать с разными молекулами, с разными частями разных молекул. И дальше, конечно же, те клетки иммунной системы, которые распознают наши собственные какие-то молекулы, они самоуничтожаются, есть для этого специальный процесс. А остальные, они существуют, где-то живут. Их концентрация не очень большая, то есть их количество штук, да, их не очень большое, но у них есть уникальные вот такие вот рецепты, которые могут узнать какую-то чужеродную молекулу. Вот, и в итоге получается следующее. Вот у нас есть много разных таких вот клеток иммунной системы. Попадает патоген, и так получилось, что вот именно вот, условно назовем их зелененькие лимфоциты, вот именно они умеют распознавать этот патоген. Именно у них есть для этого рецептор. А вот фиолетовый и желтый этого делать не умеют. И тогда вот именно вот эти зеленые начнут размножаться и становятся все больше и больше и больше. Некоторые из них будут производить антитела, и этих антитела будет все больше и больше и больше. Они будут специфически связываться с патогеном. Причем надо сказать, что еще здесь тоже могут происходить некоторые дополнительные вариации в этих клетках. Могут появляться чуть измененные эти рецепторы. И чем лучше клетка будет распознавать патоген, она еще может подстроиться, и тем больше будет у нее потомство, и тем больше будет уже более специфических антител против того или иного патогена. А часть таких клеток, они сохранятся на очень долгое время. Это будут клетки памяти. И когда человек повторно столкнется с той же инфекцией, из которой он раньше сталкивался, у нас уже будут готовые клетки памяти, готовые сразу начать делать адаптивный иммунный ответ. Вот такая крутая штука придумана эволюцией в нашей иммунной системе. И другой способ подготовить наше тело к встрече с вирусом – это вакцинация. Да, и здесь, конечно же, мы столкнулись с такой проблемой социальной, что, конечно, мы хотим вакцину, когда мы хотим, скорее, как можно скорее, вот, на готово, слишком быстро мы вам не верим. Как же так получилось, что успели за такой короткий срок сделать не одну, а целую кучу разных вакцин? Это вопрос, наверное, очень многих волнует, и я сегодня на этот вопрос отвечу. Но сначала пару слов вообще о вакцинации. Почему такой важный инструмент в борьбе с разными инфекциями, особенно с вирусными инфекциями. И замечательная статья в журнале Nature Reviews Immunology, которая показывает, как появление вакцин от разных заболеваний, от дифтерии, от менингокока, от полио, от гемофильной палочки, от кори, от коклюша, так они, их внедрение приводило к тому, что мы побеждали те или иные инфекционные агенты. И поэтому, собственно, очень большая ставка была сделана именно на то, что мы с помощью вакцинации сможем победить и коронавирус SARS-CoV-2. Вообще существует очень много разных подходов к созданию вакцин. Самые старые из них – это использование живых ослабленных вирусов или инактивированных вирусов, убитых вирусов, компонентов вирусов, вирусоподобных частиц и так далее, и так далее. Есть более современные методы, которые пока что нигде не используются. Например, можно создавать специальные клетки человека, которые бы несли на себе кусочки какого-то патогена и представляли его иммунной системе. Но при создании вакцин именно от коронавируса SARS-CoV-2 использовалось в основном четыре подхода. Первый подход – это векторные вакцины. Он самый популярный в плане создания вакцин от коронавируса SARS-CoV-2. Это вакцины AstraZeneca, это китайская вакцина от Consenobio, это вакцина Johnson & Johnson, это вакцина Sputnik российская. Дальше есть MRN-ковые вакцины от Pfizer и Moderna. Есть вакцины, основанные на инактивированном вирусе, например, Sinovac и Covivac, российская последняя. И белковые пептидные вакцины Novavax и Epivac Corona. Здесь я для простоты зеленым отметил те вакцины, про которые есть доказательства их эффективности, хорошие. Sinovac я подметил полузеленым, потому что доказательства есть, но их эффективность ниже, чем у остальных зеленых. Covivac – вакцина, про которую эффективность пока не доказана. И Epivac Corona, про которую есть сомнения в том, насколько она эффективна. Я сначала с этим сразу разделываюсь, чтобы потом к этому не возвращаться. Кто хочет подробнее в этом разобраться, могут посчитать. Есть такой сайт Biomolecula, это специализированный научпоп-сайт для биологов, от биологов для биологов. И там есть очень подробный разбор того, почему пептиды – это такие фрагменты из аминокислот, которые являются частью того же СБУК коронавируса. Почему при выборе вот этих вот кептидов их отобрали неоптимально, и почему антитела, которые возникают на эти кептиды, с высокой вероятностью не будут эффективно нейтрализовывать СБУК коронавируса SARS-CoV-2. И, к сожалению, были слухи, и многие из них подтверждаются, что людям, которые хотят получить, скажем, вакцину «Спутник», иногда давали вакцину Epivac Corona. Это нехорошо, и, в общем, хотелось бы, чтобы люди получали именно те вакцины, которые имеют доказанную эффективность. Но давайте сравним такие эффективности этих разных вакцин. И чуть позже я еще скажу немножко про то, чем эти вакцины отличаются. Значит, сейчас что такое вообще эффективность вакцины? Допустим, говорят, вот вакцина от Pfizer имеет эффективность 95%. Это не значит, что вероятность заболеть 5%, это значит, что вероятность заболеть у вакцинированного в 20 раз ниже, чем у невакцинированного. Ну, соответственно, мы можем посмотреть на эффективность разных вакцин. Вот у Pfizer это данные клинических исследований. Для Pfizer 95%, Moderna 94%, у Sputnik 92%, у Novavax 89% и так далее, и так далее. Вот упомянутый Sinovac или Coronavac у него 50%, то есть менее эффективный, чем другие из перенечисленных. Вот здесь я его показывал. Вот. И надо понимать, что вообще эти цифры между собой сравнивать сложно, потому что эффективность вакцины может зависеть от того, какая группа населения участвовала в исследовании, какой был штамм коронавируса, доминирующий в момент исследования, от того, как долго проводилось исследование, ну и так далее. То есть есть много факторов, поэтому говорит там, строго говоря, что если у одной вакцины эффективность 92%, у другой 89%, то одна лучше, чем другая, то, в общем, это очень спорный тезис, тем более, что вообще-то все эти цифры, они имеют некоторую статистическую погрешность. Но, тем не менее, это некоторый приблизительный ориентир. Я бы сказал так, что любой вакцины, у которой эффективность больше 50%, прививаться смысл есть лучше, чем не прививаться. Вот, давайте сразу упомянем, да, в чем принципиальное отличие там тех же MRNK-вакцин от векторных вакцин. Векторные вакцины используют для доставки гена, кодирующего S-биок коронавируса, на который мы хотим обучить нашу иммунную систему. Они используют аденовирусы. Это такие вирусы, точнее, не аденовирусы, а аденовирусные векторы. Аденовирусы – такие вирусы, которые вызывают легкие респираторные заболевания. Эти вирусы лишают способности размножаться. И для того, чтобы их размножать, их размножают в специальных культурах клеток, в которых есть гены, которые не достают этим вирусам для того, чтобы размножаться. И в итоге вот в этих культурах вирусы могут размножаться, вне этих культур они размножаться не могут. Их лишают возможности вызывать, собственно, заболевания какие-то. И в них можно поместить какой-нибудь ген, который мы хотим доставить в клетки человека. А МРНК-вакцины используют для доставки генов, кодирующих СБОК коронавируса, по сути, такую оболочку из липидов. Ну, посчитайте, что это типа жировая капля. И, соответственно, и те, и другие вакцины доставляют ген СБОК коронавируса в некоторые наши клетки. Первый вопрос, который нас должен заинтересовать, это, а вот вирус-то мутирует? Насколько новые варианты коронавируса, насколько они умеют обходить тот иммунитет, который дает вакцинация? Ведь вакцины разрабатывали с учетом старых разновидностей коронавируса SARS-CoV-2. И вот есть исследование, которое вышло для вакцин Pfizer, это МРНК-вакцина, и Oxford-AstraZeneca, это векторная вакцина с использованием аденовирусов, где можно посмотреть на эффективность вакцины, как она упала для нового, так называемого, дельта-варианта, который сейчас доминирующий, скажем, в России. Более 80% инфекции связаны с дельта-вариантом по сравнению с предыдущим вариантом, для которого, собственно, вакцина разрабатывалась. Вот. И, значит, для вакцины... Здесь приведены данные, верхняя табличка, это эффективность по снижению заражения, а это эффективность по снижению симптоматического заражения. Это старые варианты вируса, это новые варианты вируса. И внизу, вот эта последняя строчка, это две дозы вакцины. И две недели прошло после второй дозы. Соответственно, мы видим, что вакцина для Pfizer была 92% эффективно, стала 79%. Вакцина AstraZeneca была 73% эффективно, стала 60%. Ну, в рамках того исследования, которое здесь проводится, опять же, как я говорил, разные исследования, и для одной и той же вакцины в разных исследованиях могут немножко цифры тоже сами по себе варьировать. Аналогично для симптоматического лечения эффективность вакцины Pfizer упала... Для симптоматического предотвращения заболевания эффективность вакцины Pfizer упала с 92% до 83%. Для AstraZeneca с 81% до 61%. То есть, действительно, для нового штамма, который сейчас доминирует, эффективность вакцины упала, но по-прежнему вакцина снижает риск заразиться и снижает риск симптоматического течения заболевания, что очень важно. Вот. Дальше давайте поговорим чуть подробнее про вакцину Sputnik, потому что из тех вакцин, которые сейчас доступны в России... Я бы очень хотел, чтобы в России были доступны все вакцины, которые существуют в мире, но вот у нас доступны только три вакцины сейчас, плюс скоро может появиться еще китайская. И из трех вакцин вот доказана эффективность, и я чуть позже покажу данные клинических исследований, есть у Sputnik. Со Sputnik было несколько проблем именно в том, как эту вакцину преподносили в России, которые сильно, как мне кажется, испортили ей репутацию. Отчасти не заслуженно, отчасти заслуженно. Значит, есть подробнее про это, про репутацию Sputnik Insider от Ильи Ясного. Вот. Там всякие детали подноготные. Я приведу конкретный пример того, что было сделано не очень хорошо, на мой взгляд. Это история с регистрацией этой вакцины, потому что в какой-то момент была такая очень громкая новость про то, что мы, в третьей планеты всей, мы первые зарегистрировали вакцину от коронавируса SARS-CoV-2. И когда все научные журналисты, в том числе и я, пошли смотреть на то, какие есть доказательства эффективности вакцины, ответ был, в общем-то, их нет. Были только данные о том, что несколько десятков людей, которые получали вакцину, у них выработались антитела. И все. Не было контрольной группы, но при этом... То есть людей, которые бы получали плацебо вместо вакцины, да? То есть не было доказательств ее эффективности. При этом в то же время вышли, например, данные по похожей вакцине, которая называется консина китайская, где была выборка в сотни человек, где были и люди, которые получили прививку, и люди, которые получили пустышку, и было сравнение этих двух групп. И то, при том, что это исследование было явно намного лучше, чем исследование спутника, выводом этого исследования было не то, что мы разработали вакцину, а то, что вот есть хороший кандидат вакцины, который нужно еще перепроверить, сделать третью фазу, и после этого тогда уже можно будет ей прививаться. То есть речь не шла еще про регистрацию. И то, что получается, что мы зарегистрировали вакцину, типа мы первые в планете всей, а при этом вот китайская вакцина, которая имеет больше данных об эффективности, она не зарегистрирована. Вот. То есть явно у нас срезают углы. И действительно, у нас явно срезали углы. Но это не значит, что вакцина плохая. И действительно, в итоге появляются данные, где уже сравнивают большую выборку людей, которые получали вакцину и получали пустышку. Вот сверху это исследование исходной первой и второй фазы, где были как раз не было контрольной группы, и были только люди, которые получают вакцину и смотрели на их антитела. К этому исследованию понятно, что много вопросов. Но дальше выходит в журнале «Заванцет» вторая статья в феврале, где 20 тысяч человек получали вакцину. Из них, ну, что-то извиняюсь, 20 тысяч человек участвовало в исследовании, примерно 15 тысяч человек получили вакцину, примерно 5 тысяч человек получили пустышку. И была показана та самая высокая эффективность вакцины «Спутник» в предотвращении случаев SARS-CoV-2. Некоторые люди очень скептически относятся к вакцинам из России, потому что говорят, что вот, там, это вакцина Путина, там, или это вакцина нашего государства, а государству мы не доверяем. Но не стоит забывать, что вообще-то у этой вакцины есть конкретный разработчик, в смысле автор, ученый, Денис Лугунов и его команда. Денис Лугунов – это ученый с большим количеством международных публикаций, у него индекс ХИГ-617, если кому-то это что-то говорит. Вот, то есть есть ученый с хорошей репутацией, который вот эту вакцину разрабатывал. И, соответственно, поэтому этот вопрос, мне кажется, странным. Когда политику подмешивают к науке, то эффективна ли вакцина – это научный вопрос, а не политически можно как угодно относиться к государству. Давайте смотреть на факты, на данные. Были ли какие-то вопросы к исследованию третьей фазы в спутник? Да, были. В журнале The Lancet было опубликовано письмо, где, в частности, отмечалось, что не очень прозрачно была процедура клинических исследований, не все данные открыты, действительно, не все данные, к сожалению, открыты. Есть ответ авторов на это письмо, там же в Lancet, где они отвечают на многие из претензий, которые были к ним адресованы. В совокупности, когда я принимал для себя решение вакцинироваться, вообще третьей фазы еще не было опубликовано. Я принимал для себя решение, исходя из нескольких других соображений. Во-первых, действительно, то, что антитела вырабатываются, показывает нам то, что вакцина может их вырабатывать, и это должно в итоге защищать нас от коронавируса SARS-CoV-2. Это первое. Второе. Вот данные по похожей вакцине, Кансина, которая, по сути, идентична, теоретически, первой дозой вакцины «Спутник», они были очень обнадеживающие. Опасность самого заболевания коронавируса SARS-CoV-2, то, что я не хотел бы зародить своих родителей, мои родители тоже вакцинируют «Спутником». И вот этого для меня было, на самом деле, достаточно. Но с тех пор появилась еще и третья фаза, и помимо нее есть отчеты добровольцев-волонтеров, скажем так, которые в телеграм-каналах, и специальный телеграм-канал, такое народное исследование вакцин в России, где люди докладывают о том, какие у них были побочные эффекты, какие у них были титры антител и так далее. И все это укладывается очень стройно в то, что вакцина таки получилась хорошая, несмотря на некоторые осадочки от того, как эта вакцина была представлена. Вот. Ну, собственно, подробнее давайте разберемся в том, как эта вакцина работает. Как известно, первая доза вакцины вводит вам чип, а вторая вводит вам Дейла. Вот. А если серьезно, то почему две дозы, и почему они используют разные аденовирусные векторы? В первой дозе вакцины используется аденовирусный вектор AD26, во второй – AD5. Они немножко разные. Почему хотели использовать разные? Потому что у некоторых людей, из-за того, что они болели аденовирусами, может быть иммунитет к тому или иному вектору. А так, если мы используем два вектора, тогда, как гласит теория, у нас должно было быть хотя бы к одному из этих векторов у человека не будет иммунитета с большей вероятностью, и поэтому будет более эффективно суммарно использовать двух разных векторов в плане выработки уже иммунитета к S-белку коронавируса SARS-CoV-2. Хотя изначально были опасения, что этот иммунитет сыграет очень большую роль, по-видимому, он не мешает на самом деле вакцине работать. И это вопрос не то, чтобы до конца изученный, но тем не менее мы видим, например, что сейчас люди ревакцинируются спутником. То есть люди, которые получили две дозы, а потом они ревакцинируются еще раз, допустим, спутником Light. Мы видим, что у них увеличивается титр антител к S-белку, и, в общем, это говорит о том, что те опасения, может быть, были напрасными. Где эта вакцина будет локализована в вашем теле? Куда проникают эти векторы? Если мы возьмем вектор AD26, то он проникает прежде всего в мышечную ткань, прежде всего в месте инъекции, и более-менее все, немножко вот в селезенку, и везде в остальных местах практически по нулям. Вектор AD5, он попадает в мышечную ткань, немножко в печень, совсем чуть-чуть, и дальше везде по нулям. То есть это достаточно направленное проникновение в определенные типы клеток вашего организма. И это хорошо на самом деле. Мы не хотим, чтобы этот вектор лез куда попало. Надо сказать, что я знаю данные аналогичные по МРН-ковым вакцинам. К сожалению, документ, где эти данные были выложены, вот написано, что он типа конфиденциальный для Пфайзера. Вот, поэтому я не буду на всякий случай этот слайд показывать, но я своими словами перескажу, что МРН-ковые вакцины, они локализуются прежде всего в месте инъекции, прежде всего в мышечной ткани, но они немножко шире распространяются за пределами этой ткани. Тоже намного, на порядке меньше, чем в мышечной ткани. Они будут встречаться в некоторых других тканях, но будут. Это, с одной стороны, может быть и неплохо для эффективности вакцины, но, может быть, не так хорошо с точки зрения того, какие клетки в итоге будут производить этот S-белок. Я бы сказал, что, в общем, тут сложно сказать, что лучше, что хуже. В общем, и те, и те вакцины хороши. Вот. Дальше очень важный вопрос, который многих людей волнует, это вот эти вот вакцины на основе аденовирусных векторов. Они не сделают из нас ГМО, да, они не отредактируют ли наш геном. Ну, для начала нужно пояснить, что вообще вопрос этот нетривиальный. У нас есть триллионы клеток, и вообще сделать из нас ГМО достаточно сложно, потому что для этого пришлось бы отредактировать все наши клетки. Это не представляется возможным, ну, никак. Но, может быть, можно отредактировать отдельные клетки в нашем теле. Могут ли это сделать аденовирусы? Ну, начнем с того, что аденовирусы, в отличие, например, от ретровирусов, изображенных справа, они не обладают необходимыми ферментами для того, чтобы интегрироваться в геном. В случае с аденовирусами, они проникают в наши клетки, они путешествуют, их генетический материал в итоге достигает ядра, и там они присутствуют в виде последовательности ДНК, которая не встроена в хромосомы, в виде так называемой эпихромосомной вирусной ДНК. И эта эпихромосомная вирусная ДНК обладает всем необходимым для того, чтобы с нее считывалось РНК. Эта РНК используется для того, чтобы синтезировать вирусные гелки. То есть аденовирусу ему не нужно никуда встраиваться, у него нет для этого специальных прибамбасов, и у него и так все хорошо. Аденовирусные векторы, они по определению не могут быть опаснее, чем сами аденовирусы, и в том числе в плане того, чтобы куда-то интегрироваться. А ретровирусы для сравнения, у них есть специальный фермент, который называется обратная транскриптаза, который нужен для того, чтобы превратить их РНК в ДНК, а потом есть фермент, который называется интеграза, который берет эту ДНК и встраивает в хромосому, в какое-нибудь место в хромосомах наших клеток. Так вот, очень любопытно, вот я когда был на дебатах у Ксении Собчак с господином Редько, когда его спросили, почему он думает, что аденовирусные векторы куда-то там интегрируются, он сказал, вот я принесу слово, которое вам очень не понравится, это обратная транскриптаза. Ну, обратная транскриптаза, она занимается тем, что превращает РНК в ДНК. Она не занимается интегрированием, поэтому вообще непонятно, при чем есть упоминание обратной транскриптазы. Интеграза у вирусов типа ВИЧа занимается интегрированием. Но, тем не менее, возникает вопрос все-таки, а есть ли у нас обратная транскриптаза? Ну, на самом деле, по-видимому, есть, точнее, не по-видимому, а есть несколько вариантов обратных транскриптаз. Опять же, обратных транскриптаз, мы сейчас говорим про них. У нас недавно совсем вышла статья, совершенно потрясающая, в журнале Science Advances, где было показано, что у нас есть фермент, который, по-видимому, обладает обратной транскриптазной активностью и умеет чинить ДНК. То есть, использует молекулы РНК для того, чтобы понимать, какие могли быть мутации в ДНК и каким-то образом исправлять. Это очень круто. Помимо этого, есть очень известная обратная транскриптаза, которая занимается достраиванием теломера, это кончики хромосом. И у нас есть еще обратные транскриптазы, которые умеют, например, использовать... У нас есть эндогенные ретровирусы, ретровирусы, у нас есть ретровирусные... Фу, блин, извиняюсь. У нас есть ретро-транспазоны, которые в норме... Они подавлены, но они в некоторых условиях могут активироваться, и у них есть ретровирусные обратные транскриптазы, которые могут быть использованы ими для того, чтобы встраиваться. Не встраиваться для того, чтобы создавать свои СРНК, получать ДНК, и есть у них интегразы, которые могут что-то встраивать. И поэтому теоретически возникает вопрос. Хорошо, значит, наши клетки могут что-то встраивать. Вот. И действительно, на самом деле, значит, действительно, если мы посмотрим на аденовирусные векторы и их использование, то в очень редких случаях в 0,01-1% инфицированных клеток можно обнаружить интеграцию в инфицированные клетки частей этих самых аденовирусных векторов. И это очень мало. Это очень большая проблема для современных генных инженеров, которые разрабатывают генные терапии. Это подходы для редактирования генов у людей, у которых какие-то генетические заболевания. И эти генные инженеры ищут способы, как же им встроить какой-нибудь ген все-таки в хромосому, чтобы это дольше там сохранялось, и чтобы дольше работал тот или иной встроенный ген. Но, значит, но, если вы думаете, что вот видите, какие-то клетки может что-то встроиться, это же ужас, 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 вот вам страшная новость. У коронавируса SARS-CoV-2 показано, что он сам каким-то образом, у него тоже нету ферментов, там, ни обратной транскриптазы у него нет, ни интегразы у него нет, ничего такого у него нет, но, тем не менее, находит его способность встраивать части своего генома в клетки человека, как в культуре, так и у отдельных пациентов обнаруживают встроенный фрагмент этого вируса. Это не значит, что вы станете ГМО, потому что, опять же, речь идет про какие-то отдельные клетки. Судьба многих этих клеток это то, что их убьет иммунная система. Это не... Ну, опять же, про коронавирус я вам сейчас не скажу, а вот если мы говорим про одновирусные векторы, то это клетки мышечной ткани и печени, то есть это не плавые клетки, это не передастся вам каким-то потомкам и так далее. Вот. Но вот full disclosure, полное раскрытие карт, да, значит, если вы боитесь, что вы станете ГМО, то вам нужно вакцинироваться, потому что, скорее, это с вами сделает SARS-CoV-2, коронавирус SARS-CoV-2, чем одновирусный вектор. Вот. Надеюсь, что с этим мы разобрались. Ну, хорошо, насколько вообще одновирусные векторы излучены. Ну, начнем с того, что с 92-го года эти одновирусные векторы используются для внедрения генетических конструкций в клетки человека. И, собственно, одновирусы, их наибольшее использование, это использование в генной терапии, когда есть пациент, у которого генетическое заболевание, оно из-за того, что какой-то ген у него поломан, и мы хотим добавить этому человеку исправную копию того гена, который у него не поломан, можно использовать аденовирусы. И поэтому эти аденовирусы в клинических исследованиях разных таких вот систем на безопасность проверяют и проверяют и проверяют, и есть одобренные генные терапии, где можно использовать аденовирусные векторы. Вот. При этом сами эти векторные системы, они эволюционировали очень сильно, есть несколько поколений этих векторных систем. Их использовали в том числе и для разработки вакцин. Из одобренных сейчас есть вакцина от ИБОВА, которая основана на аденовирусах, есть разработки первая-вторая фазы клинических исследований для вакцины от туберкулеза, от малярии, гриппа и так далее. Вот. И даже есть вакцины от, ну, не вакцины, точнее, а генной терапии от некоторых онкологических заболеваний. Это гендицин, это аденовирус, который доставляет ген, который называется P53. Это такой ген, который часто ломается в раковых клетках. Это ген, который мешает раковым клеткам активно делиться и при этом не заканчивать жизнь самоубийством. Вот. И в раковых клетках часто этот ген ломается, но можно доставить в них ген P53, тогда раковые клетки себя самоуничтожают. И вот есть аденовирусы, которые здесь тоже используются. И, соответственно, поскольку это используемая технология, то они все проходили клинические исследования, там была показана и безопасность и так далее, и так далее. То есть, это не что-то новое. И прелесть всей этой истории с аденовирусами в том, что, вот когда возникает вопрос, а как так получилось быстро создать вакцину, ответ заключается в том, что это как конструктор лего. То есть, у вас уже есть всякие детальки для того, чтобы собрать там динозавра, да? вы можете из тех же деталей собрать не динозавра, а там космический кораблик или еще что-нибудь, другую штуку, но из тех же кирпичиков. Вот для того, чтобы начать разрабатывать вакцину аденовирусную от того же SARS-CoV-2, вам достаточно иметь уже какую-то наработку в виде аденовирусного вектора, который используется для чего-то ни было, там, ну, вакцина от Эболы или еще что-нибудь, генотерапия. Вы уже знаете про этот вектор, какой он безопасный, какие клетки он заражает и так далее, и так далее. Вы берете и просто помещаете вместо того гена, который он раньше доставлял, помещаете ген, кодирующий СБО коронавируса. Все, вас теоретически заделали, создание вакцины уже есть. Остается только проверить уже саму эту вакцину на эффективность и безопасность. И для этого вы проводите клинические исследования. То есть вы очень быстро переходите от разработки вакцины, теоретического конструирования того, как она должна работать, к синтезу этой вакцины. И очень быстро переходите от синтеза этой вакцины к, собственно, клиническим исследованиям. Поэтому так быстро удалось сделать столько разных аденовирусных вакцин. Ну, хорошо, кто-то, может быть, не доверяет клиническим исследованиям вакцины из России. Но, опять же, отмечу, что журнал The One Set, о котором я говорил, это международный журнал, который вряд ли можно обвинить в том, что они очень большие фанаты России, но, тем не менее, есть исследования, которые проводили в других странах. Например, есть исследования, которые делались в Аргентине, где проверяли выработку антител и показали, что очень хорошо вырабатываются антитела на вакцину спутник. Есть исследования, которые делались в Сан-Марина, где тоже смотрели безопасность, смотрели, насколько эта вакцина действительно безопасна, насколько ее можно применять. Пришли к поводу, что можно применять, и в итоге у нас в Сан-Марина более 80% населения привилось в вакцины спутник. Вот здесь показано сравнение Сан-Марина и России. Вот у нас сейчас в России наблюдается новая очередная волна коронавирусной инфекции. Видите, как резко растет количество новых случаев. А в Сан-Марина сейчас, понятно, что это не очень большая страна, там всего несколько десятков тысяч человек живет, но, тем не менее, раньше у них все было похоже, как у нас в относительном количестве случаев, а теперь у них нету у них новых случаев коронавируса, ну, вот один, может быть, был недавно. Вот. Все. Это очень хороший показатель того, как вакцина помогает. К сожалению, в России доля вакцинированных людей не очень большая. Немножко мы не видим самые свежие данные, но чуть больше 10%, сейчас, по-моему, 12-14% получили две дозы вакцины. Очень далеки мы от Сен-Марины, от Израиля. Давайте посмотрим на Израиль. Это свежие данные по числу, это число новых случаев, это число смертей. Вот. Новых случаев, ну, сейчас немножко появились, но при этом количество смертей равно нулю от канавируса SARS-CoV-2. То есть вакцины защищают. США другой пример, у них сейчас только около 50% людей появили, но уже мы видим сильный спад количества случаев, это тоже хорошая новость. Вот. Что касается побочных эффектов от вакцины спутник и не только от нее, давайте тоже это разберем. Значит, вообще в клинических исследованиях у вас люди могут, с ними может повести самое разное. Если кто-то умер, это не значит, что он умер из-за вакцины, даже если перед этим он был вакцинирован. Простой пример как раз иллюстрируется клиническим исследованием вакцины спутник. У нас вот было три смерти на 16 427 привитых и одна смерть на 5 435 непривитых, получивших плацебо. Отчего люди умерли? В случае с прививкой у одного человека был перелом, это не, значит, он умер не из-за вакцины, два человека умерли из-за COVID-19, которые симптомы у них появились на 4-й и 5-й день после вакцинации, то есть они заразились где-то еще, надо понимать, что вакцина не может вызвать у вас COVID-19, потому что там нету генома, нету этих 30 тысяч буквок генома коронавируса с SARS-CoV-2, там неоткуда взяться. Но, тем не менее, на первых днях после вакцинации вакцина вам не дает никакой защиты, потому что нужно время, чтобы адаптивный иммунитет сформировался, и поэтому вы можете заболеть, и вы можете умереть. Вот, и вот два человека умерли из-за самого заболевания. В плацебе группы была одна смерть из-за инсульта, ну, понятно, тоже не связанная с вакцинацией, потому что вообще плацебо-группа. Вот, то есть мы видим, что люди могут умирать, да, но показать, что эти смерти связаны именно с вакцинацией, ну, в данном случае мы не можем таких связей построить. И сейчас, надо сказать, что в мире вообще более 2 миллиардов человек появились теми или иными вакцинами, и очень аккуратно следят за тем, чтобы выискивать причинно-следственные связи между какими-то вакцинами и побочными эффектами, и показаны побочные эффекты, например, там может быть какая-то реакция вместе укола, может быть головная боль, может быть усталость, может быть повышенная температура, вот у меня была повышенная температура и после первой, и после второй инъекции. Но связать именно вакцины с какими-то смертельными исходами, ну, по крайней мере, пока что не получается. Есть две истории, которые тут нужно озвучить. Первая – это то, что вообще-то, в принципе, любые вакцины могут вызывать оструе аллергические реакции, так называемый анафилактический шок. Это очень серьезное состояние, но оно возникает достаточно быстро. Есть подходы, как с этим, как это лечить, в случае, если это произойдет с человеком. И поэтому людям предлагают в течение некоторого времени после вакцинации побыть в медпункте в случае, если вдруг разовьется анафилактический шок. Есть примеры, к сожалению, людей, у которых анафилактический шок вырабатывался, но это очень редкое побочное явление. Если у вас сразу оно не случилось, то вы можете дальше уже не переживать. Вот. Самое похожее на прям серьезный побочный эффект от вакцины именно не просто совпало, да, а вот причина была бы в вакцине – это история про тромбоэмболизм и вакцину Астрозенеки, тоже векторная вакцина, правда, там другой вектор, не то же самое, что у спутника, но не суть. Там подозревали, что вакцина вызывает некоторую форму, такую редкую форму венозного тромбоза, потому что посмотрели несколько сот тысяч человек, и у нескольких человек, там, по-моему, семи изначально вакцинированных из нескольких сот тысяч обнаружили эту проблему, и по первым предварительным данным казалось, что это сильно чаще, чем в среднем по популяции. Но потом были проведены более крупные исследования, когда уже больше людей появилось и посмотрели на частоты встречаемости этого тромбоэмболизма в людях примерно такого же возраста, такого же распределения, и оказалось, что, в общем-то, неотличимо количество случаев этого заболевания у тех, кто привел с Астрозенекой, от того, как часто встречаются в аналогичной популяции. То есть, нельзя сказать точно, что не вызывает, но, по крайней мере, кого-то статистически достоверного повышения риска уже мы не видим. Это есть соответствующие исследования. Вот. Я бы сравнил историю с возможными побочками от вакцин с историей про пристегивание ремней безопасности. Вот. Бывают примеры, вот здесь видите, исследования, описывающие случаи, когда мужчина, он был здоров, он ехал на автомобиле, и он попал в автомобильную аварию, он был пристегнут ремнем безопасности, и этот ремень безопасности перетянул ему шею, и это привело к его смерти. В данном случае мы видим, что ремни безопасности убивают, если вырвать это из контекста. То есть, смотрите, какой ужас. Но, на самом деле, если мы посмотрим на глобальную статистику, мы увидим, что ремни безопасности снижают вероятность вашей смерти, причем существенно снижают. И правильная идея с точки зрения снижения вашего риска, да, это использовать ремень безопасности. Это разумно, это логично. Вот. Да, нельзя сказать, что случится в каждом конкретном случае, но с точки зрения риска, с точки зрения вероятностей, одна стратегия поведения явно предпочтительна другой стратегии поведения. То же самое с вакцинами. Вот. Ну, какие еще у людей возникают опасения, связанные с вакцинацией? Ну, например, многие сейчас обсуждают такую тему, как антитимозависимое усиление инфекции или АДЕ. Если вы это слышали, то вот это вот про это. Что такое АДЕ? Ну, лучше всего это изучено там с вирусом например, там Денге и некоторыми другими вирусами это изучают. История какая? Предположим, что у вас или после болезни, или в результате вакцинации вспомнились антитела, которые к какой-то новой разновидности этого вируса, который у вас существует, они эти антитела связывают этот вирус, но не очень хорошо, они его не инактивируют. И тогда, если этот вирус умеет, например, размножаться в макрофагах, которые, клетки, которые могут поедать вирусные частицы, то мы можем увеличить поглощение таких вирусных частиц с макрофагами, а эти макрофаги, в них будет вирус размножаться, и они станут источником более быстрого развития этого заболевания. Или другой пример, другой механизм, который описан, заключается в том, что могут эти вирусные частицы с этими телами связываться, образовывать такие агрегаты, которые могут вызывать локальное воспаление, и это может приводить к усугублению некоторой симптоматики заболеваний. И, соответственно, мы знаем, что теоретически такое бывает, и возникает вопрос, а бывает ли такое для коронавируса SARS-CoV-2? И ответ заключается в том, что теоретически такое возможно, но никто такого не видел. Есть куча вакцин, есть 2 миллиарда с лишним привитых людей, и ни в одном клиническом исследовании, ни одной вакцины мы не видим этого самого присовутого АДЕ, несмотря на то, что прошло полтора года, появились новые штаммы, но для новых штаммов мы видим, что вакцины снижают риск и тяжелой формы протечения заболеваний, и вообще заболевания по сравнению с теми, кто не привит. Мы видим, я показывал данные, да, там вакцин Pfizer и AstraZeneca. Вот. Если бы было это АДЕ, тогда мы бы наблюдали, что вакцинированных все хуже, но мы этого не видим. То есть экспериментально по наблюдениям, которые мы видим сейчас, мы говорим, что пока что никакого АДЕ мы не видим и, наверное, его не будет. Есть про это хорошие статьи, кому подробнее интересно про АДЕ. Вот есть статья в журнале Science, Transformation of Medicine, где разбирается как раз тема АДЕ и почему мы не ожидаем этого АДЕ от коронавируса SARS-CoV-2. Есть очень хороший пост профессионального специалиста по адаптивному иммунитету Дмитрия Чудакова в Фейсбуке, вот есть ссылочка на Фейсбук, где как раз он отвечает в частности на вопрос о том, можете неудачно приедти к более тяжелому течению вирусного заболевания. В теории да, но дальше он отмечает, что это заведомо не относится к имеющимся аденовирусным спутниками AstraZeneca и mRNA-вакцинам, для которых проведена третья фаза, ведутся расширенные исследования, накоплен значительный опыт, вот, и для которых показан правильный тип теклетчатного иммунитета. То есть, опять же, с точки зрения рисков, понятно, что само заболевание намного опаснее, чем вакцина, а вакцины снижают опасность заболевания. Вот, еще несколько миф, которые очень активно распространялись в интернете за последнее время, например, истории про то, что якобы в Великобритании новый штамм, точнее, правильнее на самом деле говорить, новый вариант коронавируса, дельта вариант коронавируса, он якобы увеличивает смертность, летальность, что очень большая доля людей, которые были вакцинированы, они, на них приходится очень большое количество людей, которые в итоге умерли. Прикол в том, что, когда такие данные приводят, тут есть очень важная недосказанность, а именно, как именно проводилась программа вакцинации в Великобритании, она приходилась в две фазы. Первая фаза – это появить всех людей, которые находятся в группе риска. Это люди, которые старые, люди, которые имеют какие-то серьезные заболевания, люди, которые о них заботятся. Вот, и к моменту, когда вот эти данные были опубликованы, вся группа риска была вакцинирована, но при этом среди невакцинированных людей оставались, ну, там, люди в возрасте от 18 до 29 лет, то есть молодые, здоровые люди, и когда мы смотрим на вакцинированных, то мы видим, там все люди, на которые приходится там 99% всех смертей от коронавируса, вот они все там. Когда мы смотрим на невакцинированных, то там приходится вот как раз те, кого еще не вакцинировали, потому что их вакцинируют наименее целесообразно с точки зрения спасения жизни. И поэтому мы видим очень смещенную статистику, которая, в общем-то, ни о чем не говорит, и так этой статистикой пользоваться, конечно же, нельзя. Когда мы смотрим на общую смертность в Великобритании, где уже очень большой процент людей привиты, мы видим, что смертей новых практически нет. То есть, да, вакцинация работает. Другой пример страшилки, которая распространяется, и скоро, скорее всего, она будет окончательно отозвана из научного журнала. Дело в том, что в научном журнале вакцинс была вышла статья, в которой утверждалось, что количество жизней, которые спасают вакцины, оно почти не отличается от количества жизней, которые вакцины уносят. Такой вот был сенсационный вывод сделан. Все антипрививочные паблики это распространили. Смотрите, вот доказано, что вакцина это фигня. Вот, и вообще вредно. И это исследование сразу же было подвергнуто критике. Вот у ученых, у них есть такой сайт, называется PAPPEAR, это место, где другие специалисты могут критиковать ту или иную статью, как только она выйдет. То есть такое рецензирование после публикации. И вот там сразу появилось очень много замечаний к этой статье. И в итоге на сайте этого журнала было помечено эта статья как сомнительная, и что проводится расследование, что в ней много неточностей, ошибок, и что, ну, это означает, что в скором времени возможно ее отзовут. Что же было не так в этом исследовании? Ну, первая проблема заключается в том, что откуда они взяли данные по количеству смертей из-за вакцины? На самом деле они взяли число смертей не из-за вакцины, а число смертей после вакцины. То есть, положим, был человек, вакцинировался, ему на голову упал рояль. Даже если такое случается, все равно это вносится в специальный реестр, где, это было в Нидерландах, они брали данные по Нидерландам, и вот в Нидерландах есть специальный реестр, куда вот это будет внесено, И на этом сайте вот справа есть специальный дисклеймер, где говорится, что наши данные нельзя использовать для того, чтобы говорить о количестве побочных эффектов, которые связаны с вакциной. Можно говорить только о том, что случилось после вакцины, но это не означает, что это было из-за вакцины. Пожалуйста, не используйте наши данные вот некорректным образом. Авторы вот этого исследования, они сделали ровно это. Они использовали данные из этого сайта, так как их просили их не использовать, объясняя, почему их так нельзя использовать. Вторая проблема заключается в том, что они, откуда они брали данные о спасенных жизнях при вакцинации. Это уже были израильские данные по клиническим исследованиям, которые велись 6 недель. И они посмотрели сроком людей, как бы вакцины спасли за эти 6 недель, при том, что среди тех людей, которые были в этом исследовании, было около 3% зараженных. И они совершенно не учили тот факт, что вообще-то вакцина, ее иммунитет может длиться не 6 недель, а как минимум 6 месяцев, а то и больше. Мы сейчас ведутся дискуссии о том, как долго длится иммунитет после вакцинации, но явно не 6 недель. Это точно не так. И при этом количество переболевших в том же Израиле, там оно существенно больше, чем 3%, о которых там говорилось. То есть они цифру смертей из-за вакцины сильно преувеличились, количество спасенных жизней сильно недооценили. Но что еще очень важно, конечно, это не столько глобальная систематическая проблема этой работы, то, что совершенно игнорируется факт так называемого коллективного иммунитета. Что такое коллективный иммунитет и почему он так важен? Для вируса есть такая характеристика, ее можно обозначить буковкой R. Это сколько людей заразит один зараженный человек за то время, пока он заразен. Если эта величина больше единицы, то мы видим подъем и экспоненциальный рост числа зараженных. То есть с каждой единицей времени у вас будет все больше и больше больных. Если эта величина меньше единицы, то тогда у вас будет спад количества зараженных, то есть эпидемия будет идти на спад. Вот в Великобритании сейчас эта величина оценивается между 0,7 и 0,9, то есть мы видим спад числа случаев коронавирусной инфекции. От чего зависит вот эта величина? Она зависит от свойств вируса, да, от того, насколько он действительно заразен сам по себе, как биологический объект. Это может быть новый штамм, может быть, более заразен, чем старый. Ну, новая розовидность может быть более заразна, чем старая. Это один фактор. Важна плотность населения. Важно, поддерживает ли это население социальную дистанцию, носят ли они маски. Важно, сколько переболело, сколько привитых. Все эти факторы вместе в совокупности влияют на эту величину R в том или ином населенном пункте. И от этого будет зависеть, что в этом населенном пункте будет происходить. И надо сказать, что во многих местах вообще эта величина R колеблется. Она может быть чуть-чуть больше единицы, она может быть чуть-чуть меньше единицы. И даже маленькие факторы могут в это вносить свой вклад. А вакцинация – это не маленький фактор. Вакцинация – это очень существенный фактор. И чем больше у вас людей привиты, чем больше у вас переболело, тем меньше будет заразать один человек. И от этого, собственно, зависит победа над этим заболеванием. В момент, когда у вас количество привитых и переболевших достигает некоторого критического значения, мы можем считать, что мы справились, мы победили пандемию, у нас будет меньше зараженных, у нас не будет такого биореактора для эволюции этого вируса, перестанут появляться новые штаммы и так далее, и так далее. Но это как бы мечты, к которым мы хотим прийти, но, к сожалению, этим мечтам много чего противостоит, в том числе и движение антипрививочников. Мне очень нравится, как вот эту тему с важностью, чтобы каждый вносил свой небольшой вклад в борьбу с эпидемией, был показан в клипе «Лавин», который называется VR Warriors, там показывают под припев, мы все такие воины, мы все солдаты, показывают людей в масках, которые вносят свой вклад в уменьшение R, значение вот этого для коронавируса SARS-CoV-2, и тем самым приближают нашу победу над пандемией. Как и в реальной войне, да, отдельный солдат, может быть, от него не так много зависит, но нужно, чтобы все люди действовали сплоченно для того, чтобы одержать победу. Так и здесь, у нас есть враг, это вирус, и мы должны действовать сплоченно, и поэтому, когда мы вакцинируемся, мы не только о себе заботимся, но и заботимся об окружающих, вносим свой вклад в эту победу. Вот, а насчет антивакцинаторского движения, последний мой слайд в этой презентации, я хотел показать, как история повторяется. Вот, когда была чума в России, в частности, в Москве, было такое знаменитое историческое событие, так называемое чумной бунт, и в ходе этого чумного бунта одной из его жертв стал такой священник, его звали Амвросий. Он предложил закрыть церковные службы, потому что в церкви он предполагал, что может распространяться чума, и поэтому он попросил, как бы, вот этого не делать. И за это его убили, потому что, как же так, типа, ты мешаешь нашим свободам, типа, ты закрыл место. Вот, и эта вот картина как раз покажет это убийство вот этого Амвросия этими людьми, которые, видимо, не знаю, отрицали чуму и еще что-то в этом роде. Вот, и вот свежая новость, вот эта история повторяется, потому что есть современный Амвросий, и вот этому современному Амвросию из РПЦ, вот ему, значит, почему-то это сайт гомеопатического центра, что отдельно добавляет изюмин к этому, этой истории, но вот некий центр, православный апологет, они написали письмо этому Амвросию, где они рассказывают, что, в общем-то, он, по сути, занимается содействием этому геноциду и истреблению русского народа через вакцинацию. Вот, даже фамилии совпадают в плане жертв, непонимания и обвинений в геноциде, и это, конечно, очень забавно и печально. Вот, давайте мы все-таки будем не искать врагов среди людей, среди врачей, среди людей, которые, например, призывают сознательно относиться к вопросам вакцинации, а будем бороться с вирусом. Вот, спасибо за внимание, я теперь с удовольствием отвечу на ваши вопросы, и вот за два лучших вопроса мы разыграем книжку «Гарвардский не команда», один вопрос в моем канале и один вопрос в канале Виталия Крауса «Лаборатория научных видео». Кстати, спасибо большое Виталию за помощь в организации этого стрима. На мой взгляд, было очень интересно. Друзья, в чатике плюсики поставьте, я представляю себе, какое количество сейчас комментариев там появится, потому что нас смотрят суммарно больше, по-моему, трех с половиной тысяч человек. Примерно две тысячи на моем канале, и у тебя, Саш, тоже за тысячу далеко. Спасибо, друзья, что смотрите. Еще раз, да, мы стримим на двух каналах. Если вы подписаны только на канал «Лаборатория», подпишитесь на канал Александра. Если на канале Александра вы подписаны, подпишитесь на «Лабораторию». Давайте вместе увеличим количество просмотров научно-популярного, интересного, ну и полезного, естественно, видео. Все. Вопросы будем задавать с Сашей по очереди. Один вопрос будет из нашего чата, один вопрос из Сашиного. Ну и, соответственно, те вопросы, которые к нам приходят, мы будем выдавать. Саша зачитывает его вслух громко и, соответственно, на него потом отвечает. Если готов, то можем начинать, в принципе. Так, что-то люди пишут плюсики. Я что-то пропустил. Да, ты пропустил. По поводу того, нравится или не нравится, я спросил. Вот, собственно, люди пишут плюсики. Спасибо вам, да. Вот. Я уже себя увидел в чатике в вопросе, как я объясняю нашу последовательность. Короче, про происхождение коронавируса, про СГГ-СГГ. Давайте я сейчас не буду на этот вопрос отвечать, потому что, во-первых, я на этот вопрос отвечал на форуме «Ученые против мифов», когда читал лекцию «Происхождение коронавируса». Мы скоро выложим это видео, и вы посмотрите лекцию. А, во-вторых, скоро будут дебаты у меня с Юлией Латыниной, которая считает, что коронавирус сбежал из лаборатории. Причем не просто сбежал, да, она считает, что его там создали. Создали с помощью каких-то методов генной инженерии. Вот. И, соответственно, там, возможно, мы этой темы тоже коснемся. Ну, это просто не тема сегодняшней лекции, поэтому люди пришли слушать про приливки, а не про происхождение коронавируса. Мне эта тема очень нравится, я ее обожаю, но давайте я его сдержусь. Вот. Окей. Так. Давай теперь тебе вопрос потом. Давай, да, да. Наш один из любимых подписчиков. Пирожок с ковидлом. Спасибо за поддержку. Сталкиваясь со сторонником искусственного происхождения Сарского 2, регулярно задал вопрос, если его создавали специально, то чего же такой слабый в результате сделали? Ответ пока не получил. А вам ничего вразумительного не отвечали? Ох, опять вопрос о происхождении коронавируса. Можно. Если коротко, то на самом деле вирус-то очень интересен в том плане, что он заражает очень много разных видов, как оказалось. Он заражает и кошек, и собак, и цвет, и хорьков, и норок, и многих приматов, и летучих мышей, и так далее. Вирус-генералист. Это вообще свойственно как раз вирусам, которые умудрились преодолеть межвидовой барьер. То есть перескочил с одного вида на другой, потому что он, в принципе, достаточно универсально умеет заражать широкую группу животных. Вот. Поэтому... А почему так само сделали? Ну, это же уже генные инженеры. Видимо, хотели такое сделать биологическое оружие, которое убьет 3% населения. Такой у них был коварный план. Это как биологическое оружие понятно, что коронавирус очень плох, потому что, как мы видим, его очень сложно остановить в плане распространения на какую-то конкретную страну. То есть очень сложно от него спастись. То есть как... Он по всему миру, да, как бы носится. И он там и в Китае... А в Китае вот они локдауны сделали, поэтому, может быть, в Китае как раз... Да, вот китайцы его сделали, потому что они знали, что они смогут локдаун сделать, а никто больше не сможет, поэтому они его выпустили. Ну, как бы, вот только из таких строительных конспирологических теорий, но понятно, что это бред. Вот. Так, я из своего чатика... Давай. Извиняюсь, что я достаточно рандомно выбираю вопросы. Так. Насколько эффективна ревакцинация? Вот я выбрал вопрос про вакцину. Насколько эффективна ревакцинация? Самый честный ответ заключается в том, что да, мы можем показать, что антитела возникают при ревакцинации, да, это доказано. И это, как бы, хорошо в том смысле, что если у человека есть антитела, то он с меньшей вероятностью заразится и с меньшей вероятностью заразит других. В этом, как бы, идея ревакцинации. С точки зрения того, чтобы действительно ли доказано, что там эффективность трех спутников, условно говоря, там приняли два спутника, а потом третий спутник, допустим, через какое-то через полгода, да, и по сравнению с двумя спутниками, не просто, с учетом того, что вообще-то и так есть клеточный иммунитет, который может долгое время сохраняться, мы не знаем, как долго. Это, строго говоря, не изучено еще до конца. Поэтому вот есть такие рекомендации, они условным таким порогом взяли полгода, что через полгода после болезни или после вакцинации стоит сделать ревакцинацию. Ну, эта цифра достаточно произвольно придумана. Я бы сказал, что, в принципе, случаев повторного заражения или болезни у привитых их не так много, хотя они тоже есть. Поэтому, в общем, тут вопрос, как бы, опять же, отношения рисков. И я думаю, что, наверное, стоит ревакцинироваться. Ничего плохого в этом нет, никакой опасности в этом нет. Но понимать, что полгода эта цифра достаточно условная. Если вы недавно болели, то не обязательно. Ну, в таком духе. Так, давай у тебя вопрос. Давай. EOL или EOL Morik Vendi спрашивает. По спутника вроде бы все уже давно понятно, куча публикаций есть, и у нас, и за рубежом, в том же Lancet. А что можете сказать про EpiVac Corona и ECOVivac? По ним, к сожалению, на данный момент значительно меньше информации. Ну, собственно говоря, ты об этом очень подробно рассказал в лекции, если как-то можно резюмировать. Ну, да, резюмировать. Я там, пересмотрите лекцию, я там давал ссылки на статью, где объясняется, что не так с EpiVac Corona. Вот, про коди-вак у нас просто недостаточно данных. То есть методика создания таких вакцин, она достаточно хорошо изучена и имеет достаточно большой и богатый опыт использования. Но конкретно в этом случае все-таки нужно дождаться каких-то данных клинических исследований и посмотреть, что будет. Из-за вот этих народных исследований отголоски примерно такие, опять же, скорее на уровне слухов, поэтому нет систематического анализа данных, но по сравнению с тем же спутником говорят про то, что антител меньше вырабатывается. В общем, есть такие вот тревожные звоночки, но это не является там окончательным вердиктом. Надо смотреть, конечно, на исследование, но пока что сложно. Вот. Да. Ну вот, Добрых дел мастер спрашивает меня, какой гомеопатический препарат вы порекомендуете для профилактики коронавируса? Вот. И что-то не подсказывает, что это вопрос с подвохом. Вот. А на самом деле очень забавно в какой-то странице, я не помню, то ли в Швейцарии, то ли в Швеции, значит, были гомеопатические препараты для нейтрализации вакцин. Вот. Это очень смешная история. И кто-то подметил, что вот это первый пример на самом деле полезной гомеопатии. Почему? Потому что некоторые люди боятся вакцинироваться, а так они, значит, привьются, а потом они примут гомеопатию, которая нейтрализует эффект вакцины. Понятное дело, что это никак не повлияет, потому что гомеопатия не работает. Вот. Но, по крайней мере, они будут спокойны и не будут бояться за побочные эффекты. Поэтому, значит, может быть, мы нашли наконец-то пользу от гомеопатии. Вот. А поскольку среди противников прививок как раз очень много гомеопатов, то, может быть, так и надо им пропагандировать прививки, вот, в сочетании с гомеопатическим обезвреживанием. Но я, на самом деле, понятное дело, это произношу с сарказмом. Я считаю, что не очень этично людей обманывать, даже в логих целях. Вот. Поэтому я бы не был тем чиновником, который бы вёл бы в медпунктах, значит, инактивирующие вакцину гомеопатию. Вот. Да. У тебя? Да. Давай. Да. У меня, на самом деле, у меня очень много и много с донатами, поэтому можешь прям коротко бомбить. Дмитрий Денгес пишет спасибо. Спасибо вам большое. И также пишет, я привился дважды в Pfizer-BioNTech. Имею ковид-паспорт, свободно передвигаюсь по Европе. Без карантинов и тестов вакцина равно свобода. Спасибо, Дмитрий. Очень, в общем-то, позитивная история. Так, но это не вопрос, поэтому давай вопрос. Да, 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 да. Это не вопрос, это просто констатация. И, в общем, спасибо за такую констатацию. Антон Белоусов. А что-либо известно о ковидных побочках у переболевших в легкой форме или вообще без клинических проявлений? Они есть? Ну, значит, сложный вопрос. Вообще, просто людей, которые повторно болеют, их не так много. Если имеется в виду про то, что... А, сейчас, значит, я не очень, может быть, понял вопрос. Здесь как бы две... Его можно представить в двух интерпретациях. Первая интерпретация – что известно про тех, кто переболел в относительно легкой форме в плане постковидного синдрома. Я про это рассказывал, про то, что, к сожалению... Опять же, это не обязательно у всех будет, но мы видим повышение риска целого ряда заболеваний у людей, которые переболели в такой форме, которая не требовала госпитализации. То есть это плохая новость. У некоторых людей, допустим, обоняния не возвращаются очень долго. Ну, тут как бы очень сильно зависит от индивидуальных особенностей человека, от протекания ковида. Всех факторов мы даже не знаем до конца, почему так происходит. Это к вопросу о непредсказуемости последствий, в том числе, долгосрочных коронавирусных инфекций. Я думаю, что мы в ближайшие годы много чего узнаем, в том числе неприятного. Вот. А вторая часть – это как бы вот человек переболел в легкой форме, и что будет, если он еще раз заболеет SARS-CoV-2? Ну, по-видимому, все-таки легче переносят люди, те, которые уже переболели один раз повторной инфекцией по сравнению с теми, кто ни разу не болел. То есть первый раз опаснее. Хотя бывают отдельные случаи, конечно, когда второй раз приносится тяжелее. Тут может наложиться, наверное, и постковидный синдром, и вот такого рода вещи. Но это, скорее, исключение из правила. Ну, и также ты должен понимать, что люди, которые дважды заболели, да, может, ну, они сами по себе, почему они дважды заболели, да, то есть, может быть, была еще какая-то причина, из-за которой в первый раз иммунитет не очень хорошо сформировался. То есть, сколько эти люди презентативны относительно общей популяции. Вот. Тут, как бы, очень сложно, как бы, говорить из-за этого. Вот. У меня вопрос. Да, давай. Так, работает ли спутник от нового штамма Дельта? Вот вопрос мне задают. Значит, что мы можем сказать по поводу нового штамма Дельта с точки зрения спутника? По идее, механизм обхода... Давайте так. Значит, хороших исследований именно про спутник, именно про разновидность Дельта я не видел. Это все, что мы можем, как бы, говорить, это теоретизировать относительно, например, того, что у других вакцин, которые используют ген S-белка коронавируса, они эффективны против нового штамма. Их эффективность снижена, но она все еще присутствует. То есть, я бы предположил, что для спутника должно быть такое же снижение эффективности, как, например, для вакцины AstraZeneca. Вот. То есть, ну, где-нибудь процентов там на 10 или около того в плане вот процентов эффективности. Это, мне кажется, оценка очень вероятной, но, строго говоря, она экспериментально непроверена. Так, смотри, вопрос от Евгения Гусева, причем не тебе, а антипрививочникам. А где все эти тонны умерших от вакцин? Спрашивает Евгений Гусев. Спасибо. Понятный возглас. Так. Ну, на самом деле, знаете, я это прокомментирую, потому что, ну, там, в тех же дебатах, на которых я участвовал, там была депутатша, которая приводила, ну, данные, что вот есть примеры людей, которые были вакцинированы, и они умерли. Я хотел бы еще раз просто поэтрировать, что после не значит следствие, да, то есть примеров людей, которые после вакцины с ними что-то случилось, из-за того, что уже, ну, опять же, возьмем Россию, да, в России не так много людей вакцинировали, но все-таки 10% получили обе дозы, и понятно, что, ну, кто-то из них умирает, потому что, ну, люди не бессмертные, да, люди заболевают другими заболеваниями, люди все равно могут, в том числе и вакцинированные, иногда заболевают и коронавирусной инфекцией, есть вероятность, там, летального исхода ниже, но все равно она не равна нулю, вот, и есть масса причин смерти, вот, и поэтому не составит труда, да, привести пример людей, которые вакцинировались и умерли, но как не составит труда сказать, вот, есть люди, которые ели огурцы и умерли, вот, это не значит, что огурцы вызывают смерть, нужно аккуратно смотреть, понятно, что все случаи не только летальных исходов, но и болезней, и даже легкие побочные эффекты, все это нужно систематически анализировать, сравнивать в похожих условиях, привитых и непривитых, насколько чаще вероятность того или иного нежелательного исхода у привитых по сравнению с непривитыми. Вот такие данные нужно анализировать, и этим занимаются по всему миру для всех вакцин, и пока что вот мы не видим доказательств того, чтобы какие-то из вакцин прямо делали хуже. Чего, твой? Мой? Так, а, да, мой, давай, так. Сейчас посмотрим, что тут люди пишут. Так, 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 так. Здесь вероятно, что, конечно, что делать, что делать, что делать, что делать, вот, хорошая опрошка, да, ну, вот Михаил спрашивает, да, я буду еще имена называть, потому что, чтобы, когда мы объявили победителей, чтобы вы поняли, что это вы. Михаил пишет, что делать, если привился эпиваком? Сразу появиться спутником? Можно ли привиться несколькими вакцинами? Какие при этом риски? Если бы я появился эпиваком, то я бы через короткий промежуток времени, ну, то есть, можете подождать немножко на всякий случай, но через короткий промежуток времени я бы появился, да, спутником. Вот, ничего страшного в плане того, что вы уже появились, такого нет. Понятно, что, окей, аккуратно, никто не исследовал в крупных исследованиях, да, что будет, если появиться сначала одной вакциной, потом другой вакциной, но я не вижу здесь каких-то особенностей, теоретических рисков серьезных. Вот, гораздо больше риски от коронавируса и быть непривитым, как бы, ну, или привитым вакциной, которая не имеет доказанной эффективности, это, ну, наверное, не самое хорошее состояние. Вот. Да? Спасибо, да. Бабрикович Александр пишет. Не могу понять одного. Наличие антител объективный факт. Почему тогда нужно признание для вакцины на уровне разных стран? Почему бы просто не упростить правил путешествия и добавить возможность предоставления справки о наличии антител? С антителами есть несколько проблем. Во-первых, наличие антител необязательно, скажем так, антитела могут быть как нейтрализующими, так и не нейтрализующими. И, грубо говоря, у разных людей с разными тетрами антител защита может быть как совпадающей, так и нет, в зависимости от того, какую долю составляют эти нейтрализующие антитела. Это одна проблема. Хотя, конечно, можно сделать тест на нейтрализующие антитела. Вторая вещь, что помимо антител у вас есть клеточный иммунитет и вообще клеточный иммунитет очень важен. И может быть такое, что у человека нет антител, но при этом он защищен. Есть дальше, опять же, тоже всякие спорные истории, типа вакцины Epivac Corona, для нее антитела обнаруживаются специальными тестами, которые разрабатывают сами производители этой вакцины. А вот такие антитела считать или нет? Ну, я бы скорее не считал. В принципе, идея, что давайте мы посмотрим хорошо на, допустим, на нейтрализующие антитела и на основании этого позволим человеку нормально путешествовать, мне она, в принципе, нравится. Ничего плохого в этом не вижу, но нужно стандартизировать тест и убедиться, что это действительно нейтрализующие антитела. В принципе, есть также тесты и на клеточный иммунитет. Их просто меньше где делают, они сложнее, но это тоже возможно, поэтому, в принципе, я думаю, что это все в принципе можно было бы организовать. Пока тысяч вопросов, я скажу спасибо Владимиру Сусоеву, который стал спонсором каналу лаборатории научных видео и перешел на уровень стажера. И Максим Кишек тоже вам огромное спасибо за поддержку. Ну, тут вопрос. Михей28 спрашивает, стоит ли бояться прививки при эпилепсии? Есть ли данные о противопоказаниях? И тут, опять же, таких вопросов, их может быть, очень много похожих, а вот при таком-то заболевании, при другом заболевании, при третьем заболевании. И ответ заключается в том, что специальных исследований, посвященных безопасности вакцин при том или ином заболевании, их, в общем, очень ограниченное количество, и для большинства заболеваний отдельных исследований не проводилось. Но если мы посмотрим на сайты, вот именно по эпилепсии я не смотрел, но, допустим, возьмем какое-нибудь аутоиммунное заболевание, там, рассеянный склероз, вот, что будет написано на сайте медицинской организации, посвященной этому? Будет написано, примерно, следующее, что да, конкретно для этого заболевания безопасность вакцины и эффективность вакцин при его наличии отдельно не оценивалась, но из общих теоретических соображений, исходя из рисков заболевания, мы скорее рекомендуем появиться, чем не рекомендуем, мы будем следить за информацией, в случае появления каких-то плохих взаимодействий между вакциной и этим заболеванием, мы об этом сообщим. Пока что известно, что не стоит, наверное, вакцинироваться, если у вас какое-то острое инфекционное заболевание, вот это плохая идея, но для других заболеваний мы не видим пока что при двух с лишним миллиардах доз вакцин, которые применились в мире, мы не видим связи, поэтому, учитывая то, что сам коронавирус опасен, вот таких вот поводов не прививаться, ну, мы пока не видим явных, вот, поэтому я бы скорее рекомендовал прививаться, но вы можете посоветоваться с, то есть, ну, еще всегда разумно посоветоваться с врачом, вот, да. Пирожок с ковидлом тоже наш постоянный зритель спрашивает, а не приведет ли стремление некоторых несознательных личностей купить сертификат о вакцинации к росту показателей смертности среди вакцинированных? Да, это очень, конечно, хороший вопрос, я недавно живьем увидел такого человека, который покупает сертификат, я пытался с ним поговорить на тему того, почему он не хочет прививаться, он сказал, что он считает вакцину очень опасной, вот, я сказал, давай я отвечу на любые твои вопросы, вот, прямо здесь сейчас, один на один, лайв, давай разберемся, вот, человек сказал, что он не хочет ничего слушать, его не интересует ничего мнение, и вот, у него есть купленный сертификат, и его это устраивает. Мне, конечно, такое положение дел печалит, надо сказать, что покупка таких сертификатов это вообще-то преступление, ну, которое несет за собой определенную ответственность, но это я, конечно, не буду человеку сдавать, вот, это его личное дело, но тем не менее, потому что, в общем, это плохая идея с точки зрения юнических последствий, ну, просто озвучиваю такой факт для тех, кто не в курсе, вот, но, действительно, это может сказаться и наскаженной статистике, это может сказаться много на чем, а, тут уже, кстати, некоторые антипривычники, они вбросили такую теорию заговора, что рассказы о таких людях, которые покупают сертификаты, это было вброшено специально сторонниками прививок для того, чтобы потом, когда все будут умирать от прививок, сказать, что это были те самые люди с купленными сертификатами, вот. Это не исключено в целом, ну, я к тому, что люди с сертификатами будут умирать. Ну, тут, чем мне всякие теории заговора, они всегда производили на меня такое очень, ну, не знаю, депрессивное такое впечатление, потому что, вот, как страшно, наверное, этим людям жить, то есть, я думаю, что люди, которые рассказывают о вреде прививок, они это делают не потому, что они плохие люди, да, а они это делают потому, что они неграмотные. Их так много, но они, ну, неграмотные. А теперь представьте себе, что вот они думают реально, что каждый человек, который агитирует там за прививки и так далее, что это, вот, он член какого-то, там, мирового правительства, что мы занесли деньги, что мы заплатили, то есть, сколько же это плохих людей получается, да, которым нельзя доверять. Все они какие-то, и в семинарах здравоохранения, там, сплошные плохие люди, да, и эти создатели вакцин, все плохие люди, и все эти ученые, которые там, что иммунологи какие-то, вирусологи какие-то, вот, все они куплены, все они плохие, да, но очень страшно в этом мире жить. Вот. Так, вот вопрос от Квотер Добль В. А сюжет Апофения был до короны, страшно остановиться от перспектив. Сюжет Апофения был до короны, и да, в общем-то, перекликается сюжетная ветка с тем, что сейчас происходит. Вот. Так, у тебя? Да. Наталья спрашивает, а есть ли шанс сделать вакцину, которую вирус не сможет обойти, несмотря на мутации, например, нацелить ее не только на С-белок, но еще на несколько других жизненно важных фрагментов? Ну, как раз С-белок является наилучшей мишенью для, в сочетании создания нейтрализующих антител, потому что именно взаимодействие с белка, с рецепторами на поверхности клеток приводит к проникновению вируса в наши клетки. Другое дело, что, вообще-то говоря, можно попытаться предсказывать некоторые мутации, которые возникают у коронавируса SARS-CoV-2, которые могут улучшить его связывание с тем же рецептором, и это предвосхитить. На самом деле, очень любопытно, что вот вакцинный марганковый, Pfizer и Moderna, Moderna, по-моему, эту технологию придумала, они, вообще-то, это немножко учитывали. Их ген, кодирующий с белка коронавируса, там есть несколько мутаций, внесенных в этот ген с белка, которые должны увеличивать количество нейтрализующих антител при поникновении на реальный с белок коронавируса, который появится, когда человек заразится. То есть, сейчас есть работы, посвященные моделированию эволюции коронавируса SARS-CoV-2, пытаются предсказывать, какие мутации будут для него полезны, смотрят, какие штаммы сейчас распространяются. Я думаю, что с учетом того, что действительно, эта платформа как обранковых вакцин, так и одновирусных вакцин, она очень легко модифицируется. То есть, вы берете все старые наработки, просто меняете последовательность гена и с белка, то, в принципе, в будущем будет легко создавать итеративно все новые вакцины от новых в разновидности вирусов в случае, если мы не победим, если окажется, что сценарий будет неблагоприятный и эпидемия не закончится. Но я, в общем, надеюсь, что мы сможем победить пандемию и нам не нужно будут все эти наработки. Мы знаем, например, с атипичной пневмонией делали наработки вакцины, но в итоге атипичная пневмония как-то сама остановилась и в итоге все эти наработки оказались ненужными. Ну, то есть, ненужными все равно они вдохновили некоторые наработки с вакциной от другого вируса, но именно при отвращении атипичной пневмонии они оказались ненужными. Вот. Будем надеяться, что так оно и произойдет. Так. У меня вакцина. А источники из лекции выложили я отдельно. Я думаю, что я выложу ссылку просто на презентацию, я добавлю к видео, а в презентации у меня были основные ссылки, вы сможете пройтись по ссылкам и ссылок и, в общем, посмотреть презентацию и так далее. Тогда тоже мне скинь, я ее тоже добавлю к себе. Да, я на Google Drive выложу и ссылочку привожу. Вот. Так, это не считается, наверное, за вопрос. Вот. Так. Так, очень быстро печатают, и я не успеваю даже прочитать. Так, добрый вечер. В Твиттере одна женщина жаловалась на донорение аутоиммунного заболевания у ее сына после вакцины падения. Совпадение или такое возможно? Под постом много комментариев с похожими жалобами. Пишет Анна Гординская. Ну, смотрите, теоретически такое возможно. Вероятно ли, что вакцина послужила причиной этого заболевания? Я бы сказал, что не очень вероятно, но исключать этого нельзя. Вопрос как бы в чистоте таких случаев, да, то есть, еще раз, есть 2 миллиарда доз вакцин, которые были администрированы. Pfizer это одна из наиболее популярных вакцин, и аутоиммунные заболевания встречаются. То есть, как бы, очень сложно отличить, да, случаи появления таких заболеваний из-за вакцины и после вакцины. Вот. Как только появятся такие данные, что действительно можно связать, вакцину Pfizer и какую-то другую с аутоиммунными заболеваниями, я думаю, что мы увидим про это именно серьезные научные публикации в рецензируемых научных журналах. Вот. То есть, не стоит делать выводов на основании, ну, отдельных случаев. Да, нужно с этим обязательно разбираться, нужно обязательно это проверять. Вот. Если бы относить его прям очень массовый характер, то мы бы это заметили. То есть, если такое и бывает, то не очень часто. Так, Ревал Абдрахманов говорит, спасибо за лекцию, спасибо вам. И Артем Корнов пишет, Александр, спасибо за то, что так компактно рассказали самое важное. Отличный материал для разговоров с сомневающимися. Так, слышали ли о каких-то данных о возможности целесообразности ревакцинации МРНК вакцинами после спутника? Возможность и целесообразность. Ну, смотрите, целесообразность на самом деле главная. Ну, так, все эти вакцины и МРНКовые, и спутник, они хорошие. У нас, к сожалению, да, была всякая госпропаганда, которая говорила, что только наши вакцины хорошие, а западные убивают. Я боюсь, такие вбросы, они были очень негативны в целом по отношению ко всем вакцинам, потому что порождали только какие-то страхи у людей. Нет, если бы в России были доступны МРНКовые вакцины, это было бы здорово. И, наверное, значит, если бы я мог появиться и ревакцинироваться, я бы, наверное, после спутника ревакцинировался бы скорее Pfizer или Moderna. Ну, просто потому, что у них немножко другой СБОк используется. Из этих соображений, что, может быть, немножко другой будет репертуар антител, что, в принципе, хорошо. Вот. Но, в принципе, можно ревакцинироваться и векторными вакцинами после векторных вакцин. Мы видим выработку антител при ревакцинации даже спутником после спутника. Целесообразность есть немножко другая в западных вакцинах, что, если вы хотите путешествовать спокойно в европейские страны, то тогда, к сожалению, там, даже вакцина спутник, она не не котируется. Вот. Нужна именно справка о вакцинации тем же Пфайзером или Астрозенек или еще чем-нибудь. Вот. То есть, вот из этих соображений в плане свободы передвижения лучше ревакцинироваться чем-то другим. Вот. ну, но это обусловлено именно скорее вот такими бюрократическими вещами. Бюрократическими и географическими. Бюрократическими и географическими, нежели тем, что действительно есть какие-то доказательства, что одна схема ревакцинации лучше, чем другая схема ревакцинации. Так, твой чатик. Мой чатик, да. Здравствуйте, Александр. Почему некоторые врачи из красной зоны говорят, что нужно колоть кови вак, а спутник опасен? Такое мнение от людей на передовой напрягает. Ну, я могу понять, наверное, почему некоторые люди так считают, потому что, опять же, мы все равно вынуждены делать некоторые теоретические допущения, да, и я в том числе. И многие из людей, скажем так, старой медицинской школы, они очень хорошо знакомы с безопасностью, эффективностью вакцин, сделанных по той методике, по которой сделан кови вак. Вот. И, соответственно, есть определенная репутация у производителя этих вакцин. И вот они, этот фактор, вносят как существенный в свою оценку эффективности и безопасности вакцины. И, конечно же, они имеют на это право. Вот Алексей Водовозов в своих лекциях, он очень высокую, скажем так, вероятность ставит на то, что кови вак окажется хорошим, но признает при этом, что исследования пока мы их не видели. Вот. То есть вот такое теоретическое соображение есть. Я в силу моей некоторой профдеформации я очень много знаю про примеры того, как теоретически многообещающие разработки в итоге оказывались не столь хорошими, как думали. и поэтому я исхожу немножко других теоретических предпосылок. Когда мы видим доказанную эффективность многих векторных вакцин, мы видим безопасность многих векторных вакцин именно в случае с коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, и у нас при этом нет примеров столь успешных вакцин, сделанных по тому принципу как сделан CoV-Vac. Поэтому у нас немножко разные оценки. Ну и я могу продемонстрировать те предварительные данные третьей фазы вакцины спутник, где мы видим эту доказанную эффективность. Вот поэтому такие разные у нас оценки. Если врач говорит, вообще не надо вакцинироваться, то, конечно, его компетентность стоит, наверное, поставить под сомнение. Если врач говорит, что ему нравится CoV-Vac, то я могу объяснить, почему он так думает. Ну и я надеюсь, что я объяснил свою точку зрения, почему я бы сейчас предпочел другую вакцину. Спасибо. Вот. Так, Лена Иванова спрашивает. Добрый вечер, Александр. За все время пандемии не болело, контактировав с больными, тесты все отрицательные, эти делу нет. Возможно ли, что никогда не заболею? Теоретически, я бы на это на вашем месте не ставил, я бы не исходил из того, что так случится. Смотрите, вообще-то количество, у меня там был слайд, сколько там людей в мире заболело, вообще-то заболело существенно меньше половины людей на земном шаре, существенно меньше. То есть, в принципе, вероятность попасть в ту группу людей, которая еще не заболела, она выше, чем вероятность того, что попасть в группу людей, которые переболели. Поэтому ничего удивительного в том, что вы, конкретно вы, не болели, в этом как бы нет. Вы не представляете в этом плане статистическую аномалию. Но, действительно, теоретически могут быть люди, которые к ковиду устойчивы в принципе. Есть известный пример с вирусом иммунодефицита человека. ВИЧ проникает в клетки человека в взаимодействии с рецептором СЦР-5 на поверхности клеток иммунной системы. И есть люди, у которых этот рецептор поломан в силу определенной генетической мутации. И если обе копии этого гена, который кодирует этот рецептор, поломаны, то у человека иммунитет к ВИЧ. То есть, ВИЧ его не берет. Такие люди не болеют ВИЧом. Может ли быть такое и с коронавирусом? Теоретически, да. То есть, тоже есть рецепторы, которые используются вирусом для поникновения. Может быть, теоретически такое, что у каких-то людей есть мутации в этом рецепторе. Из-за этого они коронавирусом не болеют. Вероятно ли, что вы относитесь к таким людям? Я бы сказал, что не очень. То есть, во-первых, мы не знаем, есть вообще такие люди. А во-вторых, мы не знаем, какой процент таких людей существует, если такие люди вообще существуют. Вот. То есть, очень много неизвестных. Вот. Я бы скорее поставил на то, что вы не переболели, потому что вам повезло. Поэтому лучше привиться. Вот. Но если появятся данные о том, что есть какая-то мутация, которая делает людей устойчивыми, то я обязательно про такое исследование напишу в блогах, расскажу про него и расскажу, где вы можете пройти генетическое тестирование на наличие такой мутации, если вдруг такой тест появится. Вот. Так. Я сейчас скажу пару спасибо, да? Быстренько скажу. Давай. Анна Крылова говорит спасибо, спасибо, Анна. И София К. также с донатом говорит спасибо. Спасибо вам огромное за поддержку. И что смотрите? По-моему, очень интересно. Так. Ну вот, вопрос задает шоу, провокация. Болею коронавирусом, вызвал врача, и как вы думаете, что он мне прописал? Он прописал мне противовирусный препарат гриппоферон. Вопрос, почему врачи все еще прописывают противовирусные препараты? Ох, это достаточно больной вопрос, собственно, очень хороший вопрос. Смотрите, да, значит, врачи, во-первых, хорошо, что вам не выписали гомеопатию. Вот. Второе, это то, что, к сожалению, у нас есть препараты с недоказанной эффективностью, которые выписывают. Иногда люди их выписывают по незнанию, иногда люди их выписывают, потому что есть стандарты, и как бы врачи должны этим стандартам соответствовать. И в наших стандартах, к сожалению, есть препараты с сомнительной эффективностью. Вот. Иногда врачи исходят из того, что, ну, по крайней мере, препараты безопасные, типа, хуже не сделают, а человеку успокоим, что что-то ему дали, потому что если человеку сказать, что у нас вообще никакого лекарства нет, то человек пойдет в аптеку, купит, там, не знаю, антибиотиков и съест таких антибиотиков, которые ему не нужны, потому что у него вирусное заболевание, антибиотики ему там не показаны. Вот. И такие примеры бывают. То есть я пытаюсь сейчас оправдать и сказать, что у некоторых врачей могут быть соображения не связанные с каким-то там, ракобесием, а могут быть из благих целей такие соображения. Но, понятное дело, что сам я плохо отношусь к назначению людям препаратов с недоказанной эффективностью. Вот. У нас, к сожалению, опять же, да, очень много примеров, когда врачи назначают препарат совсем заведомо неработающие, там, препараты из разряда гомеопатических. У нас есть кафедры, на которых преподают ту же там гомеопатию. То есть у нас есть еще системный кризис медицинского образования, к сожалению. И это, часть тогда объясняет то, почему у нас есть достаточно много врачей, которые категорически против непрививок. Потому что, ну, если их конкретно этих врачей учили не доказательной медицине, да, какому-то такому вот магическому мышлению, там, подобное лечить подобным, там, в таком духе, то можно чего угодно ожидать. Это очень печально, это факт. У нас есть там доктора медицинских наук, которые продают гомеопатию. Ну, прям продаются в смысле, что у них есть компании, которые производят гомеопатию. это совсем тревожный знак. Так, ага. Так, Зочи пишет, можно ли привиться кормящей матери ребенка в один месяц? Если можно, то какой вакцина лучше и безопаснее, есть возможность поставить Pfizer и Coronavac? Да, тоже можно посмотреть, например, на сайте CDC или на сайте ВОЗ, что пишут про вакцинацию для беременных, для кормящих, и там будет примерно повторяться то, что я уже повторял, что, конечно, на отдельных группах исследования отдельно на беременных не проводились, отдельно на кормящих они не проводились, но из теоретических соображений мы понимаем, что вакцинация это более безопасное решение, чем заболевание. Понятно, что если кормящая мать или беременная женщина заболеет, коронавирусом это будет, очевидно, более опасно, чем вакцинация. Вот. Плюс, что идет мониторинг, ведутся наблюдения за вот теми миллиарды с лишним людей, которых вакцинировали, и пока что мы не видим каких-то доказанных, серьезных, нежелательных эффектов, которые бы проявлялись у этих групп людей. Вот. Собственно, вот когда обсуждают новость, почему спутник внезапно разрешили беременным, да, то, вот я думаю, что там логика была примерно такая же. Почему изначально не разрешали? Потому что не было исследования. Появились исследования? Нет, не появились, но увеличился период наблюдения за людьми, мы не видим никаких серьезных, нежелательных эффектов, и при этом мы видим, да, десруктивные действия самого вируса, и поэтому решили, что нужно дать людям возможность привиться, если они сочтут, что баланс рисков именно в сторону вируса, как более опасного агента. Вот, поэтому разрешили прививаться. Так, какие именно, вопросы, которые, в принципе, уже отвечал, какие именно типы клеток имеют рецепторы ACE2, имеют ли половые, как влияет вакцина на половую систему и репродуктивность. Ну, вот я сейчас в себя открою слайд, не буду, наверное, его уже пускать в презентацию, но мы желающим этого отмотать, еще раз на всякий случай перечислил, что да, что мы видим рецепторы ACE2 и в легочной ткани, и в желудочно-кишечном тракте, и в печени, и в поджелудочной железе, и в почках, и в мужских, и женских половых тканях. Вот, но если мы говорим там про побочные эффекты, доказанные в случае с ковидом, то вот именно про может быть они и есть, но я не видел, чтобы он как-то приводил к каким-то проблемам с репродукцией у людей. То есть, опять же, может быть, рецепторы ACE2 в тканях какие-то есть, но, в общем, мы не знаю, не слышал таких. Вот, мы сейчас говорим, да, про инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2, но это как бы не исключено. Вот, но мы видим побочки в очень разных системах органов, и поэтому вирус очень неприятный. Вот. Ага. Давай, Роман Хамадулин спрашивает, попросите Александра прокомментирую следующую ситуацию. У нас по радио вещает, изобрели иммуноглобулин от COVID-а, будут вливать капельницами. Ну, да, значит, одна из идей, что поскольку антитела могут нейтрализовать вирус, то люди, которые переболели, или люди, которые были вакцинированы, можно взять в них антитела и вводить их больным пациентам. такие сейчас подходы, они исследуются. Есть намеки на то, что это работает, но не со всеми, и, в общем-то, это все еще исследуется. То есть, как бы, спросите, если вы заболеете, и у вас будет тяжелая ситуация, то это одна из тех вещей, на которые, скорее всего, врачи на вас попробуют. Вот. Получится или нет, тут я сказать сейчас не берусь. Вот. У меня вопрос. Так. Happy go lucky спрашивает. Длительные последствия COVID в виде потери или изменения обоняния. Есть ли на данный момент исследования на эту тему или рекомендации, как избавиться? Спасибо. Есть исследования, показывающие, что у некоторых людей потеря обоняния может продлиться больше года. при этом у некоторых людей восстанавливается очень быстро в течение нескольких дней, а иногда нескольких недель. То есть, тут есть явно какие-то как индивидуальные особенности, так и, возможно, связанные с тяжестью этого заболевания. К сожалению, я тоже этой темой интересовался. Есть на Биомолекуле очень хорошая статья, которая описывает механизмы исчезновения обоняния. Вот есть сайт, называется Биомолекула. Напишите Биомолекула, SARS-CoV-2, коронавирус, обоняние. Найдете статью, почитайте, но окончательного ответа о том, как обусловлена эта потеря и как ее компенсировать, можно ли как-то помочь в восстановлении обоняния, да? Я, к сожалению, ничего порекомендовать не могу. Очень сочувствую людям, которые остались временно, я надеюсь, без обоняния. Вот. Но, опять же, надежда есть, что вернется. подождите. Евгенийка спрашивает, НПО-Вектор синтезировал британский штамм коронавируса, согласно СМИ. Почему не мог быть синтезирован уханьский штамм коронавируса? Сейчас. А, сейчас. Что они синтезировали в лаборатории штамм? видимо, так. Я понял. Это вопрос не про вакцины, а вопрос про происхождение коронавируса. Хорошо. Значит, когда вы уже знаете генетическую последовательность такого-то вируса, синтезировать его, в общем-то, несложно. Сложность это прийти к креативному решению того, как должен быть устроен вирус, который будет обладать теми или иными свойствами. В данном случае это чтобы он заражал человека, заражал его хорошо. Вот. В случае с коронавирусом он заражает не только человека, заражал широкий репертуар. животных и так далее. И, собственно, когда мы говорим вот, а могли ли синтезировать какой-то вирус в лаборатории, вообще мог ли он появиться в лаборатории. Ну, да, значит, его могли синтезировать в лаборатории. Но это вот такого типа аргумент, это как раз, ну, не знаю, краеугольный аргумент любой теории заговора. Могли ли теоретически американцы создать ВИЧ в форте Детрике в Америке? Теоретически могли, но есть ли этому доказательства? Нет. И это противоречит ряду наблюдений и о том, что, в частности, мы видим, как вирус похож на вирус в Африке и модифицировали выпустили его в Лос-Анджелесе. Могли, опять же, теоретически, но этому нет доказательств. И вот в этом отличие между наукой и конспирологией, что в науке принято не ограничиваться, а могло ли. А могли ли теоретически американцы подставить Ли Харви Освальда и на самом деле был заговор по убийству Кеннеди, а Ли Харви Освальд был лишь пешкой в их руках? Или козловом отпущении? Теоретически могло ли принцесса Диана на самом деле быть убита российскими спецслужбами, которые построили автоаварию? Теоретически могло быть такое? Ну, могло быть, но доказательств этому нет. И вот в этом как бы разница между научным и таким заговорческим подходом. Поэтому, да, можно себе представить какой-то гипотетический сценарий создания вируса в Ухане. Но этому нет подтверждений. Но если мы посмотрим на так этот вирус устроен, то мы не видим там признаков искусственности. Мы не видим разумной научной гипотезы, на которую бы отвечало создание этого вируса. Мы не видим, зачем бы кто-то это сделал. Вот. Именно этот вирус. Я могу предварить много разумных экспериментов по созданию химерных, гибридных и прочих вирусов, которые бы имели смысл. И там есть примеры вирусов, которые бы увидели, что они сбежали, что они присутствуют в природе. Мы точно скажем, что это вирус, созданный в природе. Созданный в лаборатории. Представить такой вирус легко. Просто у SARS-CoV-2 нет такого признаков искусственности. Но это тема отдельной лекции. Я такую лекцию читал. Вот. Кстати, в лаборатории тоже такая лекция была. Так что, посмотрите. Вот. Так. Давайте посмотрим. Вопросы. Ну вот, Эндрю про спрашивает. Если человек до пандемии имел контакт с адновирусами АД5 и АД26, и у него выработались антитела к ним, означает это, что эти антитела нейтрализуют обе дозы вакцины. Спутник и АТ антитела к SARS-CoV-2 не выработаются. В этом было опасение исходное, что антитела к аденовирусам, которыми люди болели раньше, нейтрализуют вакцину, вакцина никуда не проникнет и в итоге вакцина окажется неэффективной. Однако, мы видим, что антитела вырабатываются у очень большого процента людей, в том числе при ревакцинации с тем же спутником. То есть, люди, которых ревакцинируют спутником, понятное дело, что у них уже точно должны быть, должны были в какой-то момент выработаться антитела к аденовирусным векторам, потому что им их кололи. Но, тем не менее, антитела вырабатываются. Это значит, что, по-видимому, иммунитет к самому вектору не настолько сильный или, может быть, он не так долго длится, чтобы помешать этому. Поэтому, в общем-то, эта проблема может быть не так велика, как изначально предполагалось. Может быть, в каких-то случаях, если человек, допустим, недавно переболел этим вектором, а этим вирусом не знал об этом, у него была там простуда какая-то, да, вот он переболел одновирусом, а потом ему сделали вакцину, и одна из доз не сработала. Для этого есть как бы вторая доза, которая с другим вектором. А может быть, если он переболел там пять лет назад, это уже не важно. Вот я думаю, что вот как-то так это происходит. Нетрикс спрашивает, а если С-белок комплементарен клеточным рецептором, означает ли это, что созданные в результате вакцинации С-белки будут после попадания в кровь проникать в клетки организма? Ну, смотрите, в принципе, это маловероятный сценарий по той причине, что вообще будет происходить с этим С-белком. Он же не будет выделяться клетками там в кровь куда-то. Он будет присутствовать, причем, вероятнее всего, фрагментарно на поверхности этих клеток, в которых производится, в которые попадает аденовирусный вектор. То есть, что будет происходить? Этот С-белок, он будет разрезаться и будет комплекс гистосовместимости будет выставлять его, значит, на поверхность. Вот. И поэтому, когда мы говорим про С-белок, выработанный после вакцинации, это вовсе не то же самое, как если бы этот С-белок в составе вирусных частиц циркулировал в вашей крови, да. Можно было бы себе представить гипотетически, да, что кто-то берет, там, создает какие-нибудь конструкции из одного этого С-белка. Вот. В цельном виде. Вот. Тогда можно было бы подумать про то, что этот С-белок, он свяжется с чем-нибудь. То есть, тут есть нюансы, конечно, потому что, может быть, вот в этом рассказе, который я сейчас рассказал, я что-то не учел. Но вот кажется так. Так. Вопрос. Почему пишет Сергей Лихачев? Вопрос. Ой, я потерял. Куда делся Сергей Лихачев? Одну секундочку. Вопрос. Почему не изменить сам вирус ковида так, чтобы он перестал быть сверхопасным для человека и не выпустить его вперед, создать такую свободно летающую прививку? Для какого-нибудь фантастического рассказа, там, про какой-нибудь зомби-апокалипсис, конечно, это звучит очень круто, сделать какой-то вирусную прививку. Но я боюсь, что вы столкнетесь с рядом проблем. Ну, начиная с того, что ни один этический комитет этого не одобрит и заканчивая тем, что вы не можете гарантировать, что этот вирус не будет мутировать, что не найдется какая-то группа людей, которые к нему более чувствительны, что, грубо говоря, пытаясь создать такую вакцину, вы не создадите новый опасный вирус. Как вы будете гарантировать, что этот вирус не страшен? Возможно, в будущем теоретически это как-то решается. Но вот мне сложно себе представить, как бы к этой задаче можно было подступиться, имея тот арсенал методов, которые доступен людям сейчас. Опять же, может быть, я чего-то не учитываю, может быть, есть какие-то ученые, которые про это подумали лучше, чем я, не пять минут отвечая на вопросы в Ютубе, а, может быть, они этим много лет занимаются и думают про это, и у них какие-то оригинальные идеи появились, но я таких не знаю. Так, Саша, слушай, у меня примерно 40 вопросов еще на самом деле, и это только те, которые пришли с донатами. Я думаю, давай мы несколько добьем, вот, и потом просто для зрителей, которые задавали свои вопросы, запишем отдельное видео небольшое, может быть, даже так же через скайп, просто с тобой сядем вечером и по вопросам пройдемся, чтобы людям было приятно и ты смог ответить на вопросы в части. Я думаю, да, это хорошая идея, сделать отдельную сессию ответов на вопросы. Ну, давай парочкой тогда добьем, я свой, ты свой и закончу на этом. Хорошо, давай. Так, Павел Осетров спрашивает, кто может гарантировать отсутствие долговременных последствий от вакцин, которые создавались в такие короткие сроки? Особенно спутник в Гамалею незарегистрированных вакцин, полностью прошедших испытаний. Ну, смотрите, гарантировать вам, конечно же, никто ничего не может, но тут вопрос по соотношению рисков. Главная проблема в том, что у вас есть сейчас альтернативный сценарий, это заражение коронавирусом SARS-CoV-2. Какие у него есть долгосрочные последствия, про это мы, как раз, с одной стороны, уже знаем много примеров нежелательных долгосрочных последствий, а с другой стороны, какие еще будут открыты, тоже вопрос, в общем-то, вполне серьезный, что еще мы узнаем про этот коронавирус, что он еще может поломать. и какие проблемы он может вызвать у людей в будущем. Поэтому тут не совсем корректно говорить про то, что вот якобы вакцина – это какие-то неопределенные риски, а вот и поэтому лучше не вакцинироваться. Вы в любом случае в каком-то смысле рискуете. И я бы сказал, что вы рискуете гораздо больше, если вы не вакцинируетесь. просто даже если мы признаем, что да, действительно, есть некоторый элемент игры в рулетку, когда вы вакцинируетесь, но эта рулетка настроена в вашу пользу намного больше, чем та рулетка, которая связана, что вы не вакцинированным заболеваете коронавирусом SARS-CoV-2. Вот из этого вытекает рекомендация. Про спутник, что мы можем сказать точно, такое то, что на основании тех данных, которые опубликованы, что он снижает вероятность всяких нежелательных исходов, как заболеть, так и тяжело заболеть. Люди, которые привиты, в этом плане у них риски ниже, чем у непривитых. Вот собственно, такой ответ я бы дал. Ну у меня значит тут вопрос. Окей, это очень милый вопрос. Будут ли разрабатываться вакцины для котиков? Они же тоже болеют коронавирусом, спрашивает Никита Петров. Вообще я не исключаю, что могут появиться вакцины для котиков. Это в принципе наверное сделать не очень сложно. Другое дело, что на самом деле котики болеют все-таки не так часто, как люди. Да, действительно болеют, но случаев не так много, поэтому востребованность на эти вакцины, я думаю, не очень большая и может быть экономическая целесообразность в их создании не так много. С другой стороны, опять же, для некоторых животных показано, что они могут обратно заражать человека. Для котиков я не видел таких данных, а вот, например, для норок было показано, что норки могут заражать человека. и в этом смысле для промышленных некоторых животных, скажем, в некоторых странах из-за того, что норки могут заразить человека, заражают друг друга, там было массовое уничтожение популяции этих животных, потому что люди боялись, что эти животные, в них там вирус мутирует, передаться человеку, еще хуже будет. И вот тут есть серьезное и большое поголовье животных, которые имеют смысл вакцинировать и как бы экономическая целесообразность. Поэтому я допускаю, что все равно для животных сделают вакцины, сделают вакцины для коммерчески важных животных, а потом может быть окажется, что эти вакцины и котикам помогают. Вот. И может быть желающие смогут своих котиков тоже привить. Вот. Но опять же, кошки болеют не так, как люди, по-видимому. Опять же, у нас не то, чтобы очень много данных про это, но старайтесь котиков своих не заразить, но тоже не то, чтобы это паника-паника. Вот. Чак требует показать котика на самом деле твоего. Требует показать котика. Котик сейчас спит как раз. Давай я влюблю демонстрацию храна. Напоследок. Для этого мне нужно тебе позвонить в скайп, правильно? Да, Юрий. Ты можешь на самом деле руками его взять и вткнуть в кадр. А, подожди. Скайп. Так, сейчас давай просто камеру подведу. Что я в самом деле. Так, единственное, что у меня не задержка камеры, поэтому... Чуть-чуть. В другой сторону. Сейчас, подожди, подожди. Так? Еще чуть-чуть. Нет, 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 нет. Ну, та же часть на самом деле пробывает. Не, в другой сторону. Так? Чуть-чуть... О, все, вот так вот котейку видно. Котейка спит. Вот, да, котейка спит. Котейка чувствует себя хорошо. Вот, для всех, кто переживал. Так что, да, большое спасибо всем за вопросы. Я надеюсь, что я как-то, не знаю, кого-то успокоил, обнадежил. Мы все, конечно, оказались в не очень хорошей ситуации с этой пандемией, но давайте будем как-то из нее выбираться. Вот. Будем смотреть на научные публикации. Если что-то изменится, то какие-то новые данные появятся, как об опасности внезапной какой-то вакцины или еще чего-нибудь, то я постараюсь вам об этом сообщить. Вот. А вам нужно выбрать лучшие вопросы. Ну, у меня достаточно однозначно кандидат в не очень. Вот. Про вакцины для котиков, по-моему, это очень хороший вопрос. Тем более, на самом деле, он достаточно, мне кажется, серьезный в плане виситна. Я задумывался о том, каких животных будут вакцинировать. И действительно, каких-то животных, наверное, есть смысл вакцинировать. Вот. Так что, Никита Петров, напишите мне там где-нибудь ВКонтакте и мы с вами договоримся о ком книжечке. А я тебе тогда скину вопрос, которые заодно были с моей стороны. Ну, и тогда, соответственно, выберем уже постфактум. Обязательно расскажу о том, кто это будет. Тем более, что, как я говорил, у меня в Инстаграме сейчас появляются лучшие вопросы по нашим стримам, которые, собственно, гости выбирают. Так. Спасибо, Саш, тебе. Спасибо всем, кто смотрел. Я напомню, на двух каналах шла эта трансляция на канале Александра Панчина, на канале Лаборатории ночных видео. Друзья, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк, нажимать на колокольчик. Вот это вот все для того, чтобы каналы развивались. Это очень полезно для Ночь Попа, поверьте мне. Также у нас есть, естественно, у вас есть возможность поддержать любым доступным способом. К примеру, есть Patreon, есть спонсирование канала. Все это тоже очень-очень полезно. Ну и под конец хочется сказать, друзья, если вы сейчас смотрите в прямой трансляции, поставьте плюсик, а если вы смотрите уже постфактум, также напишите, пожалуйста, в комментарии какое-то сообщение, чтобы мы знали, что вы досмотрели до конца. И тогда мы будем понимать, что да, это было для вас интересно. Спасибо всем еще раз. Всем пока. Счастливо. Мы отдельно сделаем выпуск про вопросы, если что. Да-да-да, обязательно зальем его. Так что, еще один повод нажать на колокольчик. Все, счастливо, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!